В принципе, здесь темы по воде, но про воду мы затронем, про нутриенты. Ну, некоторые я прям сразу быстренько, а то они уйдут. 8 паш, конечно, это много, очень щелочная мача, но она должна быть там желательно не выше 7 и 4. Так, что такое очень интересно, не только просто мелко плохо вижу, не только про вред молока и мяса. Давайте я буду читать. Да, лучше, но вот это интересно. Какова кислота из мачи у сыроеда? Сыроеда вчера сказали, что PH8. Значит, очень интересно не только про вред молока и мяса, но и про хлеб и масло. Да, да, да. Про паразитов интересно. Повседневный рацион питания для получения минералов. Сколько каких элементов должно быть в рационе сыроеда, сколько белков, жиров, витаминов всяких. Я про кисломолочные продукты так и не понимаю. Можно ли их есть, йогурт и простокваш и так далее. Про мёд ещё, пожалуйста. Содержит ли настой на проростках пшеницы глиадин, глютен? Вопрос. Процесс пищеварения начинающего сыроеда при отсутствии аппендикса и, соответственно, рекомендации по правильному питанию. Можно узнать ваш примерный рацион на день. Ну и про воду. Да, про воду. Можем, смотрите как, можем сделать так сейчас, построить. Сперва мы пройдёмся по этой статье, потому что здесь... Да, тут есть часть уже ответов, чтобы вот это вот всё как раз пшеница, макароны, ну, в общем, короче говоря, углеводы. Потом дальше про молоко, про воду, ну и там, если какие-то вопросы останутся, потому что по теме, по ходу движения мы будем цеплять и аппендициты и много-много-много всего. Тогда давайте так и поступим. Значит, я сейчас что сделаю? Я просто возьму, я вот тут распечатал, зачитаю, что написала мне эта девушка, чтобы было понятно, и потом, что же она мне скинула. Я с этими, так сказать, трудами в сжатом виде ознакомился, но этого вполне достаточно, потому что человек чётко сформулировал свою идею. Вот мы сейчас с вами вместе её и оценим. Я постараюсь всё это тоже не упустить ничего и отвечу дальше. Значит, так, Юрий Андреевич, благодарю вас, что согласились ответить на эти вопросы. Книга Монастырского «Достаточно научный труд» или она так выглядит? Вот честно, она так выглядит, в котором он поёт оду мясу и рекомендует отказаться от углевода. Почему вы сейчас поймёте, что он так поёт оду мясу, что говорит не только, а ешьте на ночь мясо в любых количествах. Ну, то есть, вот как чисто те пропагандисты, которые в 60-е годы начали спаивать наш народ, говорили, как надо пить, какое вино под какие блюда, закуски. Ну, в общем, вот в этом, прям чётко в этом стиле. Потому что это системно. Он очень системный человек, такой интересный. Вы можете посмотреть, с ним интервью, даже по, так сказать, поймёте сразу, что он из себя представляет. Так, надеюсь, что вы сможете прокомментировать каждое из них. Да, сейчас я это сделаю. Она пишет, я филолог. Если так, невозможно ответить на все вопросы, может быть, дадите ссылку. Так, хорошо. Меня очень волнует превалирование углеводов в сыроидном питании. А ведь этот автор как раз и беспокоится о том, что углеводов в сыроид потребляют много. Это ненормально, потому что он все углеводы сводит к сахару. Ну, сейчас мы об этом поговорим. Зачем-то вообще все к чистому, главное, сахару, сахарозе. То есть, искусственно-синтетическому. Ну, ладно. Так, хотелось бы сделать его максимально полезным. То есть, питание. Я не говорю уже о безопасности. Так, Монастырский, однако, меня сильно испугал. Ссылки на его труды я пришлю. Она прислала. Я не ем мясо около полугода, но сыроидеть начала только пару месяцев назад. Просто беспокоюсь за моих друзей, которые увлеклись монастырским, отказавшись полностью от углеводов. Они чувствуют себя лучше. Кстати, ничего удивительного тут нет, объясню опять-таки же. Это перекликается с некоторыми вопросами вашими. А до того доля сырых овощей у них составляла 50%. И они ощущали дискомфорт в кишечнике. Ну, не мудрено, что они ощущали, коли они питались до этого и мясом, и чем попало, и вареным. У них специфическая микрофлора образовалась в кишечнике во всей пищеварительной системе, которая, собственно говоря, не соответствует той симбиотической микрофлоре, которая способна расщеплять клетчатку и так далее. Что совершенно не понимает вот этот лектор. Ну, сейчас я об этом расскажу прям по фактам, по пунктам. Так, дискомфорт. Теперь они меня предостерегают от фрукторианства. То есть, она хотела фрукториднее перейти, но они её предостерегли. Ну, вот, собственно говоря, всё. Поэтому давайте прям пойдём. Это очень интересно, тезисно и чётко. Я буду с монитора со своего зачитывать, поэтому вот буду в таком положении, вы уж извините. Итак, мнение Монастырского. Первый пункт. Углеводы, то есть простые и сложные сахара, содержат только атомы кислорода, азота, водорода и углерода. Первые три мы получаем избыточно при дыхании и с водой, а углерод с белками. Ну, во-первых, он уже перепутал, если, конечно, это не авторы перевода на русский язык, да, потому что, значит, азот-то мы как раз только с белками получаем, ну, вернее, есть ещё путь с воздухом тоже, но он про это не учитывает, и я умолчу. То есть, он перепутал. Так, а при дыхании и с водой, конечно же, мы получаем азот, то есть углерод, водород и кислород. Ну, это ладно. Так, вот почему организм может обходиться без углеводов, но не может без белков, жиров и минералов. Однако преимущественное углеводное питание, фрукты злаковые, бобовые, то есть богатые крахмалом овощи, не обеспечат ваш организм компонентами, критически необходимыми для деления клеток. Ваш организм состоит из воды, белков, жиров и ненасыщенных и неорганических компонентов. Извините, очень мелко, я постараюсь поближе. Процессы деления клеток и замены тканей продолжаются на протяжении всей жизни и требуют полного спектра пищевых белков, жиров и неорганических компонентов. Ну, кто бы с этим спорил. Ваше питание должно максимально соответствовать этим требованиям организма и составлять в основном из воды, белков, жиров и минералов, получаемых из продуктов, которые усваиваются практически без остаток. Очень хорошо сказал. Так, подтверждено долгожителями, теперь он пишет, Кавказы и Тибета. Прошу это запомнить. Только как может человек науки вообще говорить, что это подтверждено кем-то, кто как-то питался. То есть, вообще подтверждено должно быть какими-то исследованиями, испытаниями, основанными на каких-то фактах. Например, долгой жизни тех или иных людей. Надо изучить, как они питались, чем. А тут очень легко подтасавать факты. И так дальше. Которые на протяжении всей своей долгой жизни питались исключительно баранины, овечьим молоком и сыром. Пастухи-кочевники не выращивали ни фрукты, ни овощи, ни злаковые. Они пьют крепкий чай с солью и почти все курят. Ну, то есть, тут он еще, так сказать, очень хорошо бивает клингой, что это все ерунда, мол, можно и курить. Про выпивку этого у него вообще там страшное дело. Можете ролики посмотреть. Он говорит, ну а как же, там без коньяка, ягод без коньяка не мог вообще обойтись вообще, так сказать. Перцов купил там и так далее. Ну, молодец. Вот, поэтому, ладно. Значит, теперь, какой бы ни был углевод, моно, ди, олега, полисахарид в составе любого продукта, мед, фрукты, конфеты, рис, хлеб, смотрите, он все вместе скидывает, да, в процессе переваривания и усвоения кровь все равно, в кровь поступает глюкоза, фруктоза, галактоза. Ну, сразу, значит, галактоза это только молочный сахар, она может поступить, если человек употребляет в пищу молочные продукты, но никак не то, что он перечислил в скобках, то есть, от меда до риса. Дальше, значит, глюкоза, он меряет все, то есть, суть такова, он меряет все на глюкозу. Он перекладывает все на сахар синтетический, значит, сахарозу. Ну, это такой дисахарид, который состоит из глюкозы и фруктозы, но это, извините меня, огромная разница. И, кстати, кто-то задавал вопрос, живые чем отличаются, ну, скажем так, все ли углеводы живые или бывают и мертвые? Ну, конечно, это же пространственная структура, как и белок, там, ну, как минимум четырехмерная. И, естественно, при термообработке разрушаются структуры. Более того, есть вещества, ну, скажем, витамин В1, которого нету в сахаре синтетическом вообще. И без этого витамина В1, значит, полное усвоение глюкозы невозможно. Так что этот сахар неполноценный. Более того, синтетические сахара не содержат в себе никаких питательных веществ, как я уже сказал, витаминов, ферментов, никаких. И эта продукция не просто мертвая, он вымывает из организма, в том числе огромное количество кальций, фосфор и так далее. Он разрушает наш организм, разрушает кости, разрушает зубы. Вот, кстати, почему, ну, я уж отвлекусь, и так, видимо, буду отвлекаться, потому что с побочной это как раз сразу ответа на многие вопросы. Вот у некоторых проблемы с эмалию, с зубами. Да, сыроеды, я вот этот вопрос немного было времени поизучал, и скажу однозначно, что какие есть основные факторы, причины разрушения зубов у сыроедов. Прав вот этот товарищ только в одном, что избыточное количество, ну, будем называть так, глюкозы, фруктозы даже, неважно, где бы это содержится, конечно, нежелательно. Почему? Потому что это не незаменимые продукты. Действительно, из жиров могут, из белков могут углеводы синтезироваться, и в том числе глюкоза. А избыточное его количество приводит к очень интересному эффекту. Но насчёт гипогликемии, про что он дальше будет говорить, и некоторые вчера задавали такие вопросы, это интересный такой процесс, который сразу забегая вперёд, скажу невозможен, а я объясню, что это за процесс, невозможен, если человек потребляет не мёртвые синтетические сахара, которые создала наша химическая промышленность, а если он потребляет те сахара, что содержатся в естественном виде, вместе с витаминами, ферментами, живой структурированной водой, в фруктах, вот тогда этого не будет. Но если этот человек употребляет очень много фруктов, при этом он употребляет сыроедческие сладости, полученные с добавлением, пусть растительных, но сиропов в больших количествах, и превалирует в его рационе на 7-8%, тогда, разумеется, во-первых, есть мнение среди сыроедов, не чистить зубы, или редко это делать, но вы представьте, когда, например, человек потребляет мёд, кто его потребляет, или, скажем, вот эти сыроедческие сладости, либо потребляет сладкие сухофрукты, а там гигантское количество фруктозы, что происходит? Сахара прилипают к зубной эмали, естественно, если их не мыть, а даже если хорошо смыть, плёночка остаётся сладкой. Во-первых, кислота возникает во рту, которая, естественно, кальция, это щёлочная, происходит процесс, наш организм всегда стремится к реакции нейтрализации, как я уже говорил про белки, когда белки попадают в желудок, закисляют по желудку, и, в частности, поэтому тоже разрушается кальций, что он из организма идёт, когда на реакцию нейтрализации в сторону ощелачивания, чтобы ощелачить по желудку, ощелачить кровь и так далее. А наши среды все, как я уже говорил, они, в принципе, в идеале, они слабо щелочные, то есть кровь, лимфа, слюна, всё, должны быть. И вот когда у нас во рту образуется кислота, разумеется, идёт разрушение, в первую очередь, вот эмали. Ну, это вот первое. Да, из организма при большом количестве сахаров вымывается кальций, действительно, его может не хватать. Поэтому, простая рекомендация. Если вы поели сухофрукты, хотите, да, пожалуйста, но пополощите потом рот, желательно с содой, чтобы это была щелочная среда, выплюнтить, проглатывать не надо, ну, чуть-чуть соды. Почистите зубы, ничего страшного, если лишний раз вы почистите. Конечно, трудно найти мыло стоматологическое, но хотя бы хорошими пастами. Сейчас есть пасты, многие магазины продают, которые немецкие, либо другие, био. Или хорошее мыло натуральное можно взять и мылом даже полоскать спокойно. Имеется в виду на... которая сделана на натуральных эфирах, натуральных растительных маслах. Такие мыла сейчас, в общем-то, нетрудно достать. Вот. Но это ладно. Сейчас я дальше, что-то я мог и забыть, но вспомню обязательно, потому что у него вопросы сильно перекликаются, то есть его вот эти темы, на которые стоит обратить внимание. А к Кавказам, к долгожителям мы вернемся. Тут есть... Скажу сразу кое-что. Значит, вот он говорит, они живут много, едят баранину. Но про это известно было давно, так же, как, знаете, удачно подтасовали факты в 60-е годы, когда нашу страну навязывали теорию культурного умеренного питья, о чем Жданова, вы, наверное, коллекции слушали. Хотя, большую информацию вот про эти подтасовки фактов говорит Нежданов Владимир Георгиевич, да, очень хороший человек, который я лично тоже знаю, большая ему честь, хвала за его гигантский труд, который он внес в дело отрезвения общества, нации, да. А именно... Как же фамилия? Профессор Кривоногов. Вот, и, по-моему, он откуда-то с Дальнего Востока. Так вот, у него есть четкие данные. Когда нам говорят... Я просто параллель провожу. То же самое. Люди одними методами, враги народа, они действуют одними и те же методами. Они очень берут удачно цифры, они их очень умело подтасовывают. И вот смотрите, как было подтасовано, например, с алкоголем. Они говорят, вот, красное вино пили, так сказать, на Кавказе всегда, да, и, значит, вон, живут, и всё отлично. Ага. Когда начинают выяснять, а где вот эти центры долгожительства, где вот в 60-е годы, когда изучали на всю страну, прогремели, так сказать, вот эти 120-130 лет и так далее, выяснилось, что, оказывается, два из трёх районов, где были долгожители, самые, значит, долгоживущие, так скажем, они, значит, это было мусульманские, значит, вероисповедания, а извините меня, те мусульмане, что родились в 830-х, 50-х, 60-х годах, которые, собственно, вот достигли своего 100-130-летнего возраста к 1960-70-м годам, да, если бы они хоть грамм бы употребили, их бы отец просто бы убил. Вот, поэтому это то, что сейчас мусульмане, некоторые, не все, извращают свои, так сказать, заповеди, законы и так далее, это другой вопрос, но к правде это отношение никакой нет. А третий район, по-моему, в какой-то части Абхазии, я просто не помню где, там была такая ситуация, да там пастухи, правильно, он говорит, уходили на 8 месяцев в год в горы, где не только алкоголь не пили, а пили только родниковую воду, то есть талую с гор. А суть, почему они так долго живут, не в том, они бы еще больше жили гораздо, тут уникальность заключается вот этого, казалось бы, парадокса, не в том, что они едят мясо, а я сейчас вернусь к вопросу мяса, а вот уникальная вода, которую они пьют, она, во-первых, живая, структурированная, насыщенная всевозможными минералами, потому что горные породы разрушаются, а те, что самые верхушки, они как раз образовались из магматических пород, значит, где максимальная концентрация разная с глубин, то есть, долго их, как сказать, бульон вот отворился, условно мы так скажем, там гигантское количество минералов, они, причем, многие из них, пока вода проходит, она тает многократно, значит, растаивает, течет через, там, километры долгие, проходит через разные, значит, минералы, и у нее насыщенность большая, в том числе органическими, полезными минералами, она структурирована, как я уже сказал, и вода дает, делает поразительные вещи порой, я знаю такой центр, а у меня одна знакомая, она финансировала, это очень такая интересная женщина, очень состоятельный человек, она финансировала, было по телевидению много лет назад, там 5-6 показано, фильм о воде, где там, вот впервые все узнали, может это лет 8 назад было, что такое, кластеры, вот на всю страну прозвучало, это вот она финансировала, японских показывали, вот эти специалисты, замораживали воду, вот это вот акводиск, а тут появился, кстати, сразу скажу, я на рыбах своих проверял, не работает акводиск, по крайней мере, 5-6 лет назад, вообще никаких эффектов, вот, и к чему я это, что про воду-то хотел сказать, что, в общем, отвлекся, ладно, так вот, вода это главный критерий, по которому, действительно, который увеличивает на много лет продолжительность их жизни, раз, второе, у меня есть такой знакомый, он окончил кафедру МГУ жирных кислот, таких в мире, единицы специалистов, и у него еще не помню, второе высшее образование, тоже в области биохимии, его знакомые, товарищи, однокурсники, работают сейчас где? Ну, например, институт старения США, там, там, в Австралии, ведущие клиники, в общем, мировые по вопросам геронтологии, и все, что я узнавал от него, в свое время, это опережало на много лет, те цифры данные, например, протиломеры, которые только недавно были известны, я еще знал там лет, больше 10 лет назад, и так далее, ну, это такие защитные колпачки на хромосомах, которые как раз косвенно показывают на количество раз деления клеток, и значит продолжительности жизни человека, это если будет интересно, я про это потом могу тоже рассказать, но сейчас не суть, так вот он говорил, он не понимал вопрос, у него, кстати, отец умер от рака, и он стал исследовать, а у него мощнейший аналитический ум, и он исследовал часов по 15 в день, он там занимался тоже разведением рыбок, на жизнь ему хватало, у себя в квартире, в Крылатском он живет, и он титанические усилия прилагал и поглощал всю эту информацию, он еще испугался, он не хотел сам заболеть, он хотел разобраться в природе, тогда, кстати, я познакомился с трудами, есть такой доктор Ревич, но он умер, ему было тоже за 100 лет, очень интересно, есть даже такой сайт, сейчас там, ну, это я его так называю, сайт, не помню, клуб любителей Ревича, или как-то там, это такие ученые там собираются, которые вот на тему дискутируют, очень много интересного, что можно сказать по ним, но может быть и стоит когда-нибудь, то есть они правы во многом, но есть принципиальные заблуждения, ведь порой самые умные люди не видят очевидных простых истин, которые лежат просто под ногами, вот и этот человек, Владимир его зовут, он рассуждал логично, он говорил, поскольку мясо, когда варится, жарится, оно, белки-то донатурируются, он как биолог и биохимик это прекрасно знал, он говорит, чтобы их восстановить структуру, необходимо огромное количество витаминов В, но у нас не синтезирует организм такое количество витамина В, он-то не знал, что у нас есть симбиотическая микрофлора, которая будет синтезировать, но если мы перестанем есть то, благодаря чему у нас не идёт этот процесс. Так вот, поэтому он говорил, надо вносить, если ты поел мясо, надо обязательно есть большое количество витаминов, там, ну вот, покупать в аптеках, да, синтезированные витамины В, группы В, все причём, чтобы, хоть в большей степени этот процесс как-то вернуть спять, и, так сказать, из аминокислот, опять могли построиться белки, он так полагал. И вот, он говорит, а ты знаешь, что на Кавказе, как раз, почему долго живут люди, мясо едят. Правда, вот сейчас только, значит, барашков иногда режут, но, кстати, они очень экономят. Знаете, есть выражение сапожник без сапог? У них же, они же не производили оружие многие, они, у них, они меняли, они продавали в царской России, так сказать, и позже, и до, и после. И они в основном продавали всё-таки скотину. Иногда ели, но не как он пишет, что с утра до вечера чуть ли не только этим питались. Это абсолютно не так. И они растили, у них в аулах огромное количество, он говорит, зелени, кинзы, то есть, а это, извините меня, это колоссальное количество витаминов, в том числе, все группы В, это, ну, там, кроме В12, там огромное количество минералов, колоссальное количество. То есть, вот он говорит, чтобы съесть вот столько мяса, надо вот столько зелени, они именно так и едят. Вот именно те люди, которые вот есть, деревни целые, деревни, это не отдельные люди, долгожители, есть, так там они осёдлый образ жизни в основном ведут, И вот это едят в гигантских количествах. Так, им жизни прибавляет 30-40 лет и больше вот именно вода. Потому что есть во Владимирской области, вот эта женщина мне рассказывала, которая спонсировала вот этот фильм, сняли, да, что во Владимирской области есть такая интересная деревушка, где даже алкаши, она говорит, ну это её слова, там по 100 лет живут и так далее. То есть, именно из-за воды уникальной эту воду проверяли, какие-то интересные параметры, в том числе там по биоэнергетике и так далее. А я вам сам скажу, что вот, например, между Ржевским районом Тверской области и Ленинским районом есть... Я встречался с одной женщиной года два назад, она директор колхоза, но этот колхоз тоже сейчас уже додолбливают, его уже, наверное, нет даже, скорее всего. Но они рассказывали, что вот в лесу есть такой у них источник на болотах. И когда-то, ещё в советские времена, приезжала туда комиссия международная, а интересная была комиссия, которая по всей России ездила и смотрела воду. Брали все параметры, вот то, о чем вот эта радуга, вот Иван, да, по-моему, Илья, да? Илья. Илья, да, рассказывал, там вот эти все, начиная там редокс потенциала до pH и прочее, и прочее. Ну, они 25 лет назад ещё делали. И вот они посмотрели, говорят, эта вода одна из самых, говорит, уникальных в Европе вообще. Вот. И действительно, есть места, где люди живут дольше гораздо при тех же условиях жизни, питании и так далее, да? Но, естественно, те, кто не пьют, не курят. А, кстати, насчёт курения и питья, да? Вот он тут пишет, а про алкоголь вы там дальше что-то увидите, много интересного. Фёдор Григорьевич Угло, великий русский учёный, да, хирург, про который я говорил тоже там в ответах на вопросах, их ещё не выложили на сайт. Ну, я думаю, Сергей выложил, там очень интересные были ответы. Кстати, я уж извиняюсь, вот у меня, напомните, сейчас забуду, Сергей, а я скажу вот что. Я там потом задним умом вспоминаю, вспомнил, что я не договорил про Углова, к чему я начал в ответах на вопросы. Фёдор Григорьевич прожил относительно жизнь долгую. Да, он умер в 103 года, почти 104, но... А чего он умер? От рака он умер. Почему он умер от рака? Потому что он ел мясо. Ребята, я вам скажу так. Вот могу обосновать как угодно. Ну, и так фактов достаточно, но... Если человек, который употребляет мясо и другую несвойственную виду пищи, ну, особенно животные белки, да, и молочные продукты, и мясо, гарантирована смерть от рака, любого органа и ткани, если, с условием одним, если, запятую будем ставить, если человек раньше не умрёт от другой болезни. От какой? Инсульт, инфаркт, от эскалирун. И вот Углов в своей книге одно и описывал. Он говорит, я, во-первых, не знал ни одного человека, а он, к сожалению, мясо ел. Мало ел, поэтому он дольше прожил. Мало. Но у него была убеждённость, у этого умного человека, безусловно, гениального. Но, тем не менее, он был с детства убеждён, как учили его родители вокруг, что Сибирь, а он родом из Сибири, ну, вот мы же, как сказать, мясо, без мяса нельзя и так далее, он ел. Но у него была привычка выходить из-за стола, его мать приучила чуть-чуть голодным, поэтому низкокалорийное питание, разумеется, дало своё дело. Ведь что такое калории? Это мы поговорим ещё. И прав частично вот этот человек, только он перетасовывает всё остальное, он даёт часть правды и кучу лжи. А я вам скажу, значит, чем более высококалорийное питание, тем ускоряются обменные процессы в организме, это логично. У клетки, каждой ткани нашей, есть определённый срок жизни, вот про теломеры говоря. Это всё генетически установлено. Но клетку можно быстрее сжечь, когда ты ешь высококалорийную пищу, которой не нужно столько энергии и калорий нашему организму, а можно дольше продлить. То есть, поскольку Углов никогда в жизни не употреблял алкоголь, не курил, ел очень мало, хоть и ел мясо умеренно, то он прожил столько, сколько прожил. Но, конечно, последние вот два года я уж, он, конечно, мучился и умирал от рака. И вот стоит ли вопрос? А ведь чудес не будет. Если организм крепкий, крепкое сердце, сердечно-сосудистая система, выделительная система, да, человек умрёт от рака. И вот когда он написал свои интересные книги, по-моему, человек среди людей или под белой мантией, я уже забыл его книги, кстати, советую книги Фёдора Григорьевича обязательно прочесть. Вот хотите, чтобы человек стал лучше, чище, добрее, светлее, дайте ему совет. Купить книгу, ну, купить трудно, сейчас переизданий не было, я, может быть, даже займусь и переиздадим, поговорю с Эмилей Викторовной, его супругой, переиздадим его книгу уникальную, которая вышла впервые в 1975 году, это «Сердце хирурга». Эта книга не только о том, именно, собственно, о жизни хирурга, а это книга о настоящих людях, об отношениях, о честности, справедливости, о добре и зле, о настоящих людях. После этой книги, а в советские времена она, по-моему, или три, или пять миллионов тиражей, несколько тиражей вышло, общим количеством таким, произвела просто фуру. Сейчас забыли многие, кто-то не читал. Но такие люди, как Лев Бакерия, например, да, он прямо говорил, что когда моего брата Углов, это было, по-моему, в 30-е или там годы, вылечил, сделал тяжелейшую операцию, просто с того света вернул, я просто захотел быть на его примере врачом. То есть, это величайший ученый, кстати, Дебейки, вот этот, который профессор, вы знаете, академик, который операцию Ельцина, коронарное шунтирование, он тоже его, ну, скажем, конечно, коллега, но и в какой-то степени даже ученик. Потому что, когда открыли центры позиционологические в 60-х годах, да, в Петербурге или конец 50-х, я могу попутать, это именно Углов открыл этот центр, возголовлял его, пробивал. Там делались самые уникальные операции, я бы не побоюсь слова сказать, на планете, потому что туда приезжали индусы, американцы, немцы, десятками человек, профессора, чтобы увидеть вот эти золотые руки и эти методы, которые впервые Фёдор Игоревич внедрил. Когда спасали больше 50% даже от рака лёгких и так далее. Его, конечно, подход к людям, это отдельного внимания заслуживает. Но это я чуть отклонился, скажу вот про что, к чему я говорю. И вот он в книге, он описывает, когда один человек, два вернее, попали к нему, был такой Молдаванов, оперный певец, и ещё один молодой парень, художник, в больницу. Ну, они с ними сдружились, как бы, это было 82-й год, по-моему. И в 83-м он их уже на реабилитацию послал, в общем, предложил в Тибет, или нет, подождите. Аул Чина, это горный Южный Таджикистан, послал их в горы, значит, тоже к знакомым. Там был интересный момент, я, по-моему, об этом рассказывал, да, там про алкоголь. Ну, нет, а вот я всё-таки скажу, если что, повторение мать учения, ну, это очень символично. Это я к вопросу и мяса тоже, но про алкоголь, потому что это всё одна область. И вот молодой парень, да, значит, они в горы поднялись, там, аул нашли, их, как лучших гостей, за стол посадили, так сказать, всё накрыли. И гостеприимство, и восточное, и в том числе, да, у всех народов, когда в традиции было, конечно, гостеприимство очень развито сильно. И вот смотрит вот этот Молдаванов, оперный пивец, ему лет 50 было, говорит, давайте вот парню одному молодому, вот на Ишаке мой рюкзак, а там вот бутылка, мол, принесите, так сказать. Он смотрит неудуменно, ну, пошёл, пошёл, потому что гость сказал, ну, как же, пошёл. Приходит, через какое-то время руки в сторону разводит, говорит, извините, разбил. Ой-ой-ой, как жалко. Оказалось, что сделал это специально, потому что у них такого просто в народе нет. И вот когда потом уже молодой парень вот этот вот сидит, он картину описывает, сидит старейшина, я сейчас скажу, сколько ему лет тогда было старейшине, и молодой парень, ну, разница у них почти в 100 лет была, скажем так, в возрасте. Он спрашивает такой и така, вот, уважаемый, скажите, а почему, вот мне давно хочется узнать, как простому обывателю, у нас в стране бытует мнение, ну, в Москве, что, собственно говоря, пьют в горце красное вино, а он ему такую фразу сказал. Запомни, у нас в народе есть такая поговорка, кто пьёт вино, тот водится с шайтаном, никогда даже в рот не берите. Вот это была народная традиция, в том числе почти во всех народах. Ну, когда кто-то захотел погубить народы, стали постепенно менять традиции, обычаи, и люди стали и пить, и есть несвойственную пищу. Ну, в общем, ему было тогда, да, он говорит, а вот за горой там, видишь, вот там друг мой русский, ну, почему, мол, спрашивают так хорошо по-русски, он говорит, а вот друг мой Иван, я с ним ещё с дореволюционных времён знаком. Ну, он молодой, ему ещё и 100 лет нет, он молодой. Вот, ему так было 120 лет. Но, когда он умер, прошло несколько лет, 122, по-моему, да, а Фёдор Григорьевич Углов специально этот вопрос узнал, ну, кто будет, ну, 120, куда уж мнол, кто будет скрывать, изучать вопрос, ну, о, ну, 100 лет, а тут 120. Ну, всё, человек пожил, от старости умер. Не, никто ещё от старости не умирал. Атеросклероз. Он умер чётко от атеросклероза. Чётко всё выяснилось, да, и так далее. Так вот, поэтому... А атеросклероз из-за чего? Ну, атеросклероз очень прост. А я не буду пока говорить, потому что у него, он же тоже сейчас про атеросклероз вот этот вот товарищ Монастырский упомянул. И тут всё очень логично, всё очень связано, понимаете? Это одного звенья всё вопрос. Давайте дальше, давайте дальше. Видите, просто сразу про много интересных вещей в одном флаконе, как говорится. Вот он пишет так. Так, какой бы ни был углевод, значит, составе любого продукта, как я уже говорил, он всё равно, получается, не углюкоза, фруктоза, галактоза. Галактоза только от молока, это он зря написал. Причём, чем сложнее углевод, тем дольше происходит его ферментация и усвоение, тем дольше организм должен стабилизировать уровень сахара в крови. Правильно. Только это не хорошо, а плохо, потому что чем сложнее углевод, тем удара на поджелудочную железу нет, потому что единовременно не надо вырабатывать такого количества инсулина и, собственно говоря, проблем-то нет. Это вот если ты принял сахар, у тебя моментальный удар, скачок и гипогликемия, это мы дойдём. Как раз вот в этом-то и подвох заключается. Дальше. Так. Значит, дальше. И хотя сахар считается злом, углеводы почему-то считаются полезными, хотя углеводы это те же сахара. Вот, представляете, как, да? Ну, сахар, сахару рознь. То, что мы сыпем из вот это белое, вот это кристаллическое образование, которое прошли через такой цикл производства, как цикл Кребса в нефтехимии, ну, там это, знаете, сернистый газ, раз, хлоркой обрабатывают. Да, как же, чтобы приятнее было. Вот, ну, чтобы он беленький был, надо хлоркой обработать, обязательно. Поэтому, извините меня, этот мёртвый сахар, который действительно только вред приносит, а тот сахар, что содержится в виде чистой фруктозы, монозы, там, сахарозы, вернее, извините, сахарозы, глюкозы, значит, во фруктах, это другое дело. Глюкоза – это конечный и главный источник для АТФ, 1,3-фосфорной кислоты, то есть, для синтеза энергии, для зарядки аккумуляторных батарей, по-другому, так скажем, мягко, да? Это необходима, конечно, глюкоза. И любой сахар, конечно, должен переработаться в глюкозу, которая усваивается легче всего и проще. Но, как я уже говорил, сахар химически усвоиться в полной мере не может. И вот в этом и заключается проблема. А не в том, что люди употребляют сахара в виде фруктов, и это якобы то же самое. Так, тут она написала очень хорошую вещь, вставочку свою. Марва Огонян, ну, Марва Горшаковна Огонян, всем вам известная, отмечает, что усвоение фруктозы происходит без участия инсулина. Она права, она биохимика, она очень правильно всё говорит, потому что, вот вы посмотрите, я ещё раз рекомендую. Ей была такая лекция, у меня есть на блоге, на моём, где она в Одинцова. И, в частности, она подробно разбирает все вопросы, какие гормоны выделяет поджелудочная железа. Она перечисляет, что на что влияет. Ну, там очень подробно. Действительно, фруктозы из фруктов, поэтому они называются фруктозы, легко усвоимый сахар, который инсулин фактически не нужен. Так, означает ли, что сахар в крови после усвоения фруктов и мёда не будут пониженным? Так, а вот она так, ну, не складно. Ладно, не важно, что сахар понизится, если, так сказать... Конечно, сахар понизится легко, всё будет в полном балансе и гармонии, если вы потребляете то, что создала природа. А вот, но не дегидрированную. Тут, если есть много дегидрированной пищи, лишённой воды, которая чрезмерно сладкая, то есть, вот эти сухофрукты, много их есть не надо, абсолютно с этим согласен. Ну, об этом ещё поговорим. Ведь, как известно, диабету предшествует гипогликемия. И часто-часто ссылается этот монастырский на гипогликемию и пугает ей. А знаете, в чём тут суть? Оказывается, когда человек в свой род... У нас же там много рецепторов, отвечающих сверх... Организм – это такая сложная система, которая в такой гармонии равновесия, всё, друг с другом находится. Что, смотрите, что происходит. Наши рецепторы чувствуют, что мы едим. Они анализируют. Есть генная память, ну, помимо биохимических реакций, электрохимических. Происходит следующий анализ. Сколько надо выделить инсулина, если это фруктоза, лактоза, да? Господи, глюкоза, лактоза. Сколько нужно выделить инсулина, чтобы нейтрализовать чрезмерное количество сахара в крови. И потом уже переработать на глюкозу, чтобы печень запасла глюкозу и так далее. Так вот, когда мы едим продукты, содержащие химические сахара, там совершенно по-другому всё происходит. Наш организм не может, оказывается, прознать, сколько же нужно выделить инсулина и выделяет его в таком огромном количестве, что сахара в крови вот эти перерабатываются в конечном счёте, либо утилизируются. Они не все перерабатываются, химическая вот эта сахароза, не вся. Так вот, перерабатываются. И это количество инсулина гораздо больше, чем нужно для переработки. То есть, с огромным запасом организм не может рассчитать, выделяет больше гораздо. И вот тут происходит обратный эффект. То есть, нехватки сахара в крови, потому что инсулин сжигает ещё остатки сахаров. И получается дефицит, который как раз проявляется в виде чего? Усталости, апатии, но часто даже обмороки. Вот тот товарищ Монастырский в качестве доказательства пишет, что он когда-то перешёл на вегетарианство, потому что ему кто-то сказал, что вот слоны же тоже едят травмопсы сильные, животные крепкие и так далее. И он перешёл. И он сказал, как мне стало плохо, как он стал набирать вес. Сейчас, ну, друзья, вы можете представить, что он ел? Вот мне очень интересно эту книгу почитать, его просто времени не было, да? Потому что вчера вечером только узнал. Что же он ел? Ну, ясно, что он ел то, о чём и пишет через запятую. Варёный рис, макароны. Я уверен, что тортики разные вкусные и так далее, да? Естественно, где куча сахара химического. А я могу в этом полностью уверенно вам сказать, что именно он это и ел. Знаете почему? Потому что в этом видеоролике в одном из, а я, может, выложу тоже про него, как вот с товарищем Тарсуновым, так сказать, вот что говорит Тарсунов, и прямо вот я буду поочерёдно говорить контраргументы. Ну, только разумные, разумеется, не сам дурак. Я вот даже выписал. Он что делает? Он прямо вот на видеоролике одном берёт, показывая простым американским обывателям, ну, ролик уже в переводе есть на русский, он выкладывает на стол продукты, в которых содержатся вот эти сахара. Что же он выкладывает? Давайте посмотрим, просто для интереса. Так. Что же он выкладывает? Сейчас, вот здесь у меня где-то всё было. Так, 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 так. Ну, ладно, давайте я вам так скажу. В общем, не нашёл я, помню, и так, по памяти. Что он выкладывает соки? Какие? Свежевыжатые? Кукиш. Нет, не свежевыжатые. Он выкладывает соки из пакетов и даже называет известную марку. Я просто не могу найти, но интересно. Ну, химические вот эти соки, где и сахара-то аспартанская, хотя, может быть, и да. Попсикола. Он говорит, вот, ребёнок же идёт в школу, он же там, ну, он не пьёт тот сок, который ему в школе даёт в американское, да? Берёт попсикола. Так, считаем, сколько ложек сахара, и кладёт этот сахар белый рафинированный. Дальше. Значит, так вот, он перечисляет там пиццы, гамбургеры, куда, понятно, да? Но, значит, вот что едят простые американцы. И получается у него чуть ли не 700 грамм сахара в день. Ну, и он говорит, не мудрено, что, мол, люди с сахарным диабетом второго типа от этого питания, я с ним абсолютно согласен, не мудрено, обязательно, поэтому болеют. Но, причём тут так и мясо, то есть, я вот логику, давайте мы её попробуем проследить, всё-таки логику, почему же, если не одно дело химические сахара и так далее, хотя он считает туда и яблоки, считает, сколько там сахара, берёт ложку сахара и сыпет яблок и банан. Вот единственное из живого, что там было, да? Ну, это прекрасно, когда 10% пищи яблок и банан, а 90% химическая рафинированная пища. Извините меня, он что, удивляется, почему сахарный диабет? Не надо удивляться, а по-другому быть не может. Так, давайте дальше посмотрим. Чем ближе диета, так, ближе диета ребёнка, подростка, взрослого к химическому составу грудного молока, тем лучше для здоровья. Значит, потребности взрослого организма гораздо выше, чем детского, из-за более интенсивных физических и так далее, нагрузок и так далее. Ну, прекрасно, только, понимаете, природа, наверное, не глупее его. Всему-то есть свой срок биологический, наверное, если грудной ребёнок пьёт молоко не всю жизнь любого млекопитающего животного, в том числе человека. А когда-то молоко перестаёт вырабатываться, ребёнок перестаёт пить молоко, на что он переходит на видовое питание, что ест его вид во взрослом состоянии. И поэтому говорить о том, что взрослый человек должен питаться, так сказать, приближенным к молоку по химическому составу, ну, это, так сказать, ну, по крайней мере, нелогично. Ладно, избыток углеводов в диете приводит к диабету и атеросклерозу. Вот как раз, да, значит, атеросклерозу. То есть, он в одну кучу всё это сложил, как интересно. Избыток клетчатки к повышенной кислотности в кишечнике. Ну, вот это интересная тема. Значит, так, к диабету атеросклерозу. К диабету избыток углеводов приводит, это верно, но только углеводов химических или где в пище превалируют вот эти синтетические сахара. Что касается атеросклероза. Косвенно, да. А прямо только в такой степени что? Давайте подумаем, что происходит в организме, когда человек действительно ест много сладкого. Жир может образоваться из углеводов? Может. Жир это есть некий такой механизм запаса энергии, да. И, кстати, при сжигании жира образуется энергия больше. Калории, кстати, с пищей человек из жира, конечно, больше получает, чем из углеводов и белков. Не по 4 калории, как вот в углеводах и белках, а аж 8. Вот. И поэтому, если человек ест жирную пищу, ну, особенно мясную жирную, ну, это-то одно дело. Это вообще, так сказать, об этом мы не будем говорить. Я касался этой темы, какие там соединения при жарке образуются, там, особенно, где белки. И жиры, и ещё железо в составе. Мясо, если же есть железо, да. Он, кстати, пишет, что железо ниоткуда нельзя получить. Но это мы сейчас дойдём, кроме как из-за типа мяса, да. Это интересно. А вот, то тогда образуются гетероциклические амиды при жарке, нитрозоамиды, страшнейшие мутагены, которые приводят к любому типу рака, собственно говоря, что и происходит у всех людей, кто умирает, просто доживает. Другие системы, органы справляются, кроме вот каких-то определённых групп клеток, где уже организм не может справляться. Иммунитет с изменением деления клеток, с накоплением ошибок в этих делениях при делении к делению. Вот, значит, теперь что он пишет там, что атеросклероз, да. Вот если вы потребляете много углеводов и столько много, что вам это с избытком, то есть на все жизненные функции, вам этого хватает ещё с излишком, это откладывается в жир углеводов. Конечно, синтезируются жиры. И, естественно, жир, но, правда, скажем так, всё-таки тут по большей степени холестерин – это животный жир, но и растительный тоже превращается в наш животный жир. Ну, а мы же, как бы, организмы всё-таки не растения, мы тоже биологические животные, да, по физиологии и биохимии. Так вот, и но! Атеросклероз – это проблема двух но, ни одного, не только жира самого по себе. Это ещё тот самый неорганический кальций и другие минералы в неорганической форме, которые как раз потреблять нельзя и неестественно, и они как бы как структурная арматура. Как вот арматура внутри бетона, соединяясь с жиром, они образуют такую структуру, которая практически не растворяется или плохо растворяется на сосудах. Обрастают любая щёлочка, попадают на рост и строятся кристаллы вот этого кальция вместе с обрастанием жира. Это, как, знаете, фильтр, на который вот слизь налипла, да? Вот это действительно так. Но это никакого отношения не имеют здесь фрукты и овощи. Дальше он пишет про, так сказать, клетчатки. Избыток клетчатки приводит к повышенной кислотности. Ну, извините меня, как он, значит, к повышенной кислотности приводит только азот, то, что он закисляет, кроме, конечно, тех случаев, когда происходит процесс брожения. И в этом смысле он прав только потому, но он же не делает оговорок. Когда человек 10-20-50 лет употреблял пищу варёную, мёртвую, мясо ел, у него огромное количество патогенной микрофлоры, которая не может перерабатывать клетчатку, разумеется. У таких людей нет живой нашей симбиотической микрофлоры, которая должна в толстом кишечнике обитать, да? Что происходит? Это я прям пример простой приведу вам. Я усугублю эту тему. Моя тёща говорит, ну вот я попробую, а у неё просто давно был удалён лет 30 на желчный пузырь, она при маленьком росте весит, в общем, на 60 килограмм выше нормы, там другие в связи с этим проблемы, да, разумеется, стали с возрастом. Так вот, она говорит, я капусту попробую свежую пищу, меня пучат, ну извините меня. Но чему же вы удивляетесь? Ну ведь эти люди, вот эти, как этот товарищ, строят на таких фактах, на этих явлениях умозаключение, что значит это неестественно и ненормально. Да нет, это естественно и нормально. Но просто надо понимать, что если ты так болен, что у тебя совершенно чужеродная микрофлора в кишечнике, у тебя другие процессы, у тебя гнойные процессы идут, идут разложения вот этих вот дентурированных белков, и ты начнёшь принимать, перестроишься, сразу ты не перестроишься. Это, на это уходят недели, месяцы, мне очень понравилось, как сказал вот спикер Советов, да, ну просто очень понравилось его тоже выступление. Молодец, он как про себя сказал. 8 месяцев, это у него относительно здорового человека, да и молодого, ушло 8 месяцев, когда он только почувствовал и понял, как медик, процесс, который, что у него случилось? Он до этого худел-худел-худел, правильно, потому что питательные вещества не синтезируются, аминокислоты ещё пока, микрофлора кишечнике не заработала, а это ещё не погибло, патогенная до конца, да, и этот, могут быть процессы, вплоть до дисбактериоза и прочего, пучиньи, вот эта клетчатка, то, что не перерабатывается, он говорит, она должна перерабатывать, но не перерабатывать. И вот у него произошло что? Что когда-то он перестал худеть, стало мышечной массы набираться, а он при этом ещё в 3 раза меньше ест. Всё правильно, процесс заработал. А вы хотите, что закинули в себя, так сказать, нормальную, правильную человеческую пищу и всё пойдёт, заработает, да такого не бывает, что хотите, как по волшебной палочке, нет. Но одно дело простительно это обычным людям, да, а другое дело медику, который это должен понимать. Но почему он допускает? Ну это-то ладно, смотрите, что дальше будет. Если в процессе эволюции первым пищеварительным органом стал кислотный желудок, приспособленный к перевариванию белковой пищи, а не щелочная тонкая кишка, молодец, что он хоть факт подтверждает, что дальше пищеварительная система вся щелочная. Да, приспособленная к перевариванию только углеводов, очевидно, что мясо, а не овощи и фрукты преобладали в диете наших предков. Ну так, неудивительно, что у вегетарианца слона, это он-то, слона, потому что ему в своё время про слона сказали, он это не может забыть до всех пор, так сказать. Так, ни у коровы, ни у лошадей нет полноценного кислотного желудка. Ну и у бабочки нет тоже полноценного кислотного желудка. Знаете, даже я вам скажу, что и у оленей, и у зайца нет, но это же говорит о чём? Не о том, что нам надо есть мясо, а они вот... Потому что у каждого вида животных есть своё видовое питание. И у нас не потому желудок кислотный, что так должно быть. И, кстати, извините меня, в отличие от хищников, у нас он слабо кислотный, а у хищников настоящих он сильно закислен, совершенно другая pH там. Так вот, у нас это потому, что мы только употребляем несвойственную виду пищи, а азот закисляет. И, как я уже говорил про молочный белок казеин, собственно, это с любым белком, который попадает. Просто казеин очень долгоиграющий белок, который практически не расщепляется. И, кстати, его участки, звенья, они переварены из желудка, несмотря на соляную кислоту, а её недостаточно, то и нашей соляной кислоты. Часть может всосаться уже, часть в 12-перстной кишке, в тонком кишечнике, в кровь. И вот именно потому, что вот эти аминокислоты, вернее, белки, извините, белки, цельные белки, попадают в кровь, они являются уже в крови как антигенами, про что мне задавали вопросы. И, кстати, я очень рекомендую, я, наконец-то, всё-таки дописал третью статью и выложил тоже в блоге, мы её выложили, где ответ идёт читателям. Мне стало приходить много писем, а там есть очень интересные такие два человека, написали, знаете, о чём? Ну, вернее, я скажу, один физик, а другой биолог, ну, очень интересные, они задали профессиональные, грамотные, очень серьёзные вопросы, которые тоже всех волнуют, но они просто конкретизировали, что, они говорят, мы понимаем, что это так, так, вы объясните, как, почему. Я там объяснил тот механизм, вот этот вот хитрый механизм, который природа предусмотрела, почему же всё-таки могут белки, оказывается, вопреки многим мнениям учёных, непереваренные белки могут попасть в кровь напрямую, и они тогда и являются антигенами. А вопрос биолог задавал. Если всё разбирается до аминокислот в желудке, аминокислоты поступают в кровь, они уже не будут антигенами или иммуногенами в данном случае. Совершенно верно. А именно антигены, потому что белковые молекулы целиком проходят. А знаете почему? А дело в том, что когда рождается ребёнок в молоке матери, а молоко это по сути кровь, это по сути кровь, там есть через кровь, через это молоко, передаётся организму ребёнку вся иммунная его система будущая, которая потом будет укрепляться только. Вся. Там иммуноглобулины, альбумины, другие белки специфические. И вот в этом биологическая суть, что эти белки должны через желудок моментально поступить, усвоиться, пройти в безизменённом виде в кровь, иначе если они переварятся, ребёнок не получит этот иммунитет. И вот он и получает его потому, в этом биологическая суть, что они в неизменённом виде проникают в кровь, а дальше запускают иммунную систему ребёнка. После этого перестраивается гормональная система. Начинают вырабатываться многие ферменты и гормоны в организме ребёнка. Происходит как бы наладка системы, настройка будущей его жизни. Ведь ребёнок был поповинно соединён с матерью напрямую, было питание, а тут уже это через кровь, а теперь-то уже через молоко. И в этом биологическая суть, понятно, да? И вот в этом-то и хитрость. Нам говорят, а как? А так, что лазейку природы оставило, что если мы потом потребляем несвойственные виду белки, казеин, коварный белок, он частично тоже, он похож на наши родные белки, он проникает. Но он является антигеном, потому что казеин у нас другая система усвоения, расщепление казеина. В этом принимают участие бактерии симбиотические, когда ребёнок пьёт с матерью материнское молоко, которое в молочных железах матери, я уже говорил об этом, обитает. А эти казеины чужеродные, а у каждого казеин вида свой и не похож на другой. Так вот, фермент ренин, он тоже каждого вида свой. У козы свой, у телёнка свой. И поэтому у нас нет возможности его полностью переварить в желудке. У нас не синтезируется фермент ренин в желудке. Но поэтому это коварство, вот это некое такое, что всё-таки он проникает в кровь. В этом суть, почему он является антигеном. И вот это у взрослых людей, к сожалению, из поколения в поколение всё больше и больше остаётся вот эта дверка как бы не закрывается. Вот этот механизм, когда белки не переваренные, как и Марва Вагашакона правильно делала, что в 12-перстной кишке уже щелочная среда, туда белки не переваренные любые, из мяса там, попадут частично всё, дальше частично они в кровь сосутся. Это и есть вот эта природная лазейка. Механизм не закрывается до конца, как он должен закрыться. Вот в этом заключаются основные проблемы. Так, ладно. Углеводы бродят в толстом кишечнике, а белки гниют. Молодец, что белки-то гниют. Только он думает, что белки в толстый кишечник попасть не должны, они должны все расщепиться именно в желудке. Но этого не происходит, этого просто быть не может. Но откуда в толстом кишечнике берутся углеводы для брожения, а белки для гниения? Ведь они должны были перевариваться ещё в желудке, в толстом кишечнике. Так, отчаявшись найти хоть какую-нибудь... А, вот, отчаявшись найти хоть что-нибудь о Поле Бреге, в конечном итоге я пришёл к выводу, что, скорее всего, его известность в СССР была санкционирована отделом пропаганды КПСС. В США о нём известно очень мало. Представляете, да? Вот я, честно говоря, вот этого товарища, как его, Монастырского, тоже очень долго искал, но, значит, еле нашёл. Но если бы не нашёл, он мог бы с полуверенностью сказать такую же ахинею. Вы знаете, я вот Монастырского искал, да что-то его нет. Это, очевидно, заброс пропаганды ФБР. А, кстати, действительно, вы посмотрите и сами поймете, что тут стопроцентно, вот как раз он про себя говорит. Ну, знаете, есть такой хитрый приём. Это вообще есть такое... Даже в КГБ раньше не учили, но я просто в теме. Есть такой бесструктурный метод управления. Это знаете, что такое? Это когда надо, чтобы Вася, Коля, Петя, либо целый народ или группа людей сделали то, что нужно кукловодам. Они как делают хитрые люди, которые стоят выше по иерархии управления бесструктурным методом. Да, они делают так. Они создают предпосылку некую, забрасывают фразы, стереотипы. Ну, как вот с алкоголем эту мульку запустили, стали снимать фильмы там и прочее. Вы понимаете, наверное, о чём я говорю? Большинство, ну, или, может, все. Так вот, и этот Вася, Коля, Петя будет делать то, что они хотят, но только у него не будет в голове сидеть мысли, что мне кто-то сказал, а я сделал. Ведь если ты скажешь, Коля, иди бери лопату и копай, он скажет, да пошёл ты куда подальше. Не буду копать. Может так быть? Может. А он будет копать, потому что создадут такую предпосылку, что он будет думать, да, я хочу, копаю, хочу, нет, но почему-то идёт и копает. Так вот, и вот есть методы очень хитрые, которые были в ФБР в своё время разработаны, которые явно, я вижу один в один, как пользуется вот этот товарищ в подтасовке фактов. Ну, просто вот один в один. А знаете, какой есть хитрый метод? Сказать, что то, что противоречит тому, что он говорит, и есть, и создано для того, чтобы якобы опутать мозги людям, что это ФБР заслал, это пропаганда поганных, вот этих КПСС, так сказать, агитаторов и так далее, перевернуть с ног на голову. Это очень хитрый приём. Да, Геббельс тоже про это очень серьёзно, так сказать, систему применял. Да, ладно. Так, и так он не нашёл, а поле Брэгги ничего. Ну, значит, это такое интересно, конечно. Ладно. Ведь его утопические... Так, подождите, подождите, вот это интересно. Ведь его утопические по стопам Шелтона рекомендации... Во, он ещё и про Шелтона, значит, что это утопия и всё такое, да, его труды этого. Так, не есть мясо, птицу, масло, сметану, яйца, сыры не употреблять, не употреблять спиртного, мол, это же вообще идиотизм, как можно спиртное не употреблять, да? Заниматься спортом, голодать раз в неделю, раз в неделю, мол, то есть, про голодание неделями, или это вообще речи, раз в неделю, то есть, раз в неделю, это идиотизм, он считает. И питаться преимущество злаками, крупами, овощами, фруктами, стоп-стоп-стоп, не надо в одну кучу. В сезон идеально соответствовали нужным советских портократов, о, как интересно, которые не могли прокормить страну дефицитным мясом и яйцами, обалдеть можно, да? Во-первых, дефицитом это стало только в 80-е годы, когда уже была полная программа вот этого Гарвардского проекта на завершение этапа, когда, собственно говоря, америкосы, ну, естественно, говоря американцам, это не обилие или каком-нибудь Джорджио речь идёт, да, а, естественно, о определённых структурах, которые стоят выше по иерархии управления, это комитет 300, Вильдербергский клуб, там непосредственно Рокфеллер с Ротшильдом, Морганы и другие товарищи. Они что делали? Это я к чему сейчас, чтобы просто не забыть, к чему же я это хотел, интересно, сказать-то, про систему какую-то. Ну, сейчас вспомню, наверное, про многое хочу одновременно сказать, вы уж извините, вот мысль потерял, сразу думаю о трёх-четырёх-пяти вещах. Нужно советских протократов. Да, так вот, чтобы развалить СССР, то есть, а у них тогда назревал кризис, как вот, ну, не как, ну, примерно как в 13, ближе к 13-му году, то есть, очень серьёзный кризис, экономически им же неоткуда было уже сосать. Дело в том, что у нас СССР, эта страна всё-таки была относительно ещё крепкая тогда, и блок влияния, и варшавские договоры, и наши, было по миру большое. И они вот так вот взять, как сейчас на Иран напасть или куда-то там, ну, на Ирак в смысле, да, Афганистан не могли, и поэтому они ждали удобного случая, втянули нас в войну с Афганистаном, радовались, раздували по этому поводу пропаганду, потом была вторая замануха, когда наши предатели в ЦК клюнули на мульку, что космические войны, хотя это была уловка, никакие бюджеты не потянули бы, и технологии этих не было, что они хотели лазером с орбита сбивать, это я вам точно говорю, это была ложь, впущенная дезинформация наши предатели, именно, не по ошибке, а предатели, пусть, значит, это, и стали последние деньги с бюджета выкидывать. А дальше американцы последнюю вещь сделали, сказали Саудовской Аравии, вы видите, как они сейчас хорошо живут, а знаете почему? Потому что они сказали 80-е, давайте так, ну, решили еще раньше, это еще там 60-е годы, что вот, мол, как нефть нашли там, продавать только за доллары, то есть, подсадили их на, и вам вот, так сказать, вы будете шейхи, и все, в общем-то, народ, а там народа раз-двае обчился, жить хорошо припеваючи. И, значит, сказали так, надо добить Советский Союз, сейчас вы делаете нефть на мировой рынок, выкидываете ниже себестоимости. И они выкинули ниже себестоимости, а у нас и так дела плохи, потому что изнутри 30 лет страну до этого раздирали, растлевали и так далее. Ну, и, естественно, что? Все, не осталось ничего, ни за что закупать, и так далее. И он хорошо это, конечно, пишет, но, извините, 30-40 лет до этого, что яиц и мяса не было, да все было, завались и так далее. Дело не в этом совсем. Он что берет, отрезок 5 лет, и то не объясняет же, почему. Так, мол, все плохо было, но это он между строк, что у нас все было плохо в стране, как все либералы сейчас. У нас, мол, все, советская власть, это, так сказать, с самого начала, не путайте, то, что было с 17-го до 33-го года, да, то, что было с 33-го до убийства Сталина, 53-го, и что было потом. Извините, сейчас я выключу. Вот. Давайте дальше посмотрим, потому что тема интересная, видите, как все тут перекликается. Можно сразу, вот у меня еще такой вопрос. Да, сразу, да. А когда вообще в 20-м веке получила такое вот большое распространение вот эта промышленность, именно употребление мяса? Ведь на самом деле до Второй мировой мясо в таких количествах не употреблялось. Даже у нас, я спрашиваю свою бабушку, она 22-го года рождения, как вы питались до войны? Она говорит, ну, у нас мясо было вот такой вот кусочек в кастрюльке с супом на целую семью. Это редко. В неделю раз максимум. Абсолютно верно. Да. А дело в том, что абсолютно хороший и правильный вопрос, я более вам это скажу. Я еще знаю блокадников, да, которым по 100 лет там и так далее. Вот те, кто пережил блокаду, кто привык есть мало, а эти люди еще психологически привыкли очень экономить и мало питаться вообще. Про мясо они тогда, естественно, не видели, а потом очень многие из них вообще больше не употребляли мясо. И они, знаете, это такие статные, стройные вот эти женщины, подтянутые, жилистые, там, по 100 лет с ясным умом. Они до сих пор сохранили именно привычку есть вообще мало. Что же касается вопроса, вот Сергей, дело в том, что пока наша страна, в общем, до 50-х годов, 60-х, пока жить стали не лучше, не веселее, пока кукуруза не полилась миллионами тонн на корм скоту и так далее, а почвы стали объединяться и прочее, и стали с кукурузников обрабатывать химореактивами все поля, вырубать в огромных количествах леса. Сталин он леса насаживал. Вы знаете, что с Варенической области вагонами шли желуди? Он еще взял труды старых, дореволюционных академиков, и он стал лесополосцы сажать, по его указу, разумеется, стали о многих областях, чтобы ветра не сдували почву, эрозии не было, то есть обсаживать реки, которые повырубили. Это вот просто, я говорю, кто говорит, клевещет всю эту мерзость, типа, звонит за вот этих вот мерзавцев, откровенных врагов народа, это, конечно, знаете, но это отдельная тема, я сейчас на нее не буду говорить, да, потому что я это просто анализирую факты, у меня огромное количество данных, собранное на эту тему эпоху. Так вот, надо еще не забывать то, что да, очень многие люди до революции, после, они были, ну, скажем так, религиозным воззрением, далеко не все, но многие христианами, да, ну, скажем, православными, хотя этот термин не совсем корректен, ну, будем называть так, и вот они посты соблюдали, в принципе, и 300 дней в году, а то и больше, мясо не употребляли. Плюс, жили люди не так богатые, это верно, особенно в разруху после гражданской войны, да, значит, ну, только стали жить хорошо в середине 30-х, ближе к концу, потом война, потом разруха после войны, надо восстанавливать, так сказать, колхозы и так далее, естественно. Но вот уже 60-х годов стало в обиход входить, знаете, самые вот темные годы в плане вот этого безумия, безумия вот этого медицинского, безграмотности, побеждало, когда пристрастие привычек и желание оправдать свои заблуждения и любимые, значит, вот эти привычки потребления вкусных, якобы вот этих продуктов, да, так скажем, в кавычках, преобладать над разумом и здравым смыслом. Второе-третье поколение врачей выросло на этой глупости, которые повторяли бездумно и уже как постулаты, употребляли, как священную корову, не трогали и не задумывались. Вот тогда стали есть мясо 2-3 раза в день, тогда стало гигантское количество заболеваний, оно хоть как-то нивелировалось, потому что у нас очень хорошо развивалась хирургия, это надо отдать должное, ну, это, так сказать, вот клин-клином, так сказать, да, там пытаться выбить, смысла нет. Ну, хорошо, тем не менее, короче, потребляли действительно очень мало. А потреблять стали много, вот, пожалуйста, да и в Америке, в принципе, так сказать, вот до 40-х годов тоже очень мало потребляют. Так что этот удар пришёлся на последние поколения. Вот, огромный удар. А плюс ведь ещё генетика вырождается. Там же очень дело серьёзное. Он пишет про этих наших предков, извините меня. Слушайте, ну, он кого имеет в виду? Неандертальцев, что ли? Это они и предки? Ну, может, его они и предки, так сказать, но не наши однозначно. А вот, то есть, давно теория эволюции, та, которая, собственно, вот мы знаем, как что, переходные звенья, это известный факт, что подтасовано всё ещё было там, в 50-е, 60-е годы было доказано, что это полные подтасовки. Эволюции вообще в этом смысле никакой нет. Это абсурд и гигантские заблуждения. В неизменном виде очень многое в природе есть, и среди растений это просто установлено там на многие-многие десятки тысяч лет назад. То есть, там, по тому, что эволюции изменений не было у многих плодовых, например, или там, злаковых. Они вообще в диком виде, пшеницы нет, кукурузы нет, промежуточных звеньев нет. Ну, ладно. Так, сколько у нас, кстати, времени там? Есть ещё? У нас сейчас ещё 15 минут и перерывчик. Давайте мы добьём, попробуем быстренько. Отчаявшись найти... Так, всё, он отчаивался. Ладно. Человек, к примеру, ага, эскимосы или пастухи-кочевники могут обойтись без углеводов в диете, как организм в состоянии синтезировать глюкозу, из мяса, может. Ну, конечно, может, это же незаменимое. Ведь в мясе есть и углерод, и водород, и кислород. Соответственно, из этих трёх элементов может построить наш организм синтезировать что угодно, в том числе глюкозу, он прав. Но как он выводил? Значит, из жиров, белков, я абсолютно не в состоянии синтезировать белки из и незаменимой, или что он пишет? А, белки не может наш организм синтезировать, и, как же всё слитно, незаменимые жиры из углеводов. Прекрасно. Значит, из углеводов мог бы синтезировать, если бедные чукчи, алюуты, эскимосы и так далее могли бы выращивать это. А поскольку они не выращивают, и едят они, хоть и мясо, и рыбу, но раньше, по крайней мере, ели, когда их предки жили из поколения в поколение без заменений, ели они в сыром виде. В сыром виде, в какой-то мере, естественно, это может усвоиться. Особенно полиненасыщенные жиры, да, которые омега-3, так называемые вот эти, да, они могут, могут. Минералы усвоиваются, однозначно усвоиваются, если сырую рыбу есть. Но, извините меня, белки являются антигенами. Частично они могут разобраться, собраться потом с потерей ферментов, энергии, да. Но, конечно, частично, да. Но не только они это ели, на самом деле. То есть, они там клюкву, ягоды, морошку и прочие ягоды, они собирали и заготавливали, и на зиму были запасы, и не только. Но хорошо, отбросим их. Нет, ну так что же делать, если... Слушайте, ну в блокаду Ленинграда крыс ели. Ну и что же, это нормально, значит, есть крыс? Нет, конечно, не нормально. Подошвы ели, варили кожаные, и что? Мы теперь будем говорить, что, ну давайте тогда вот крыс тоже ловить есть. А, кстати, вот вчера смотрел, есть один из каналов, там, один из Discovery, там, как американцы подготавливаются к концу света. Ну, там, отдельные люди, кто понимают, что, так сказать, ну не метеорит, так кризис мировой, или там еще, что человек человеку волк, ну как вот Голливуд снимает, что будет критически, они правы, некоторые люди здравомыслящие, и там есть миллионы. Причем именно потому, что сейчас несколько, ну миллионов до десяти американцев вот это все понимают, что что-то может быть, и очень серьезно они готовятся. Правительство Америки уже около двух миллионов пластиковых гробов заготовил и строит несколько концлагерей. Это тоже информация достоверная и известная. То есть, они заботятся о своем народе очень хорошо. Кстати, вот такая демократия. Знаете вы, что в 30-е годы, например, был такой указ издан в США, что в 33-м, по-моему, что если человек не сдал все золото, которое находится у него в семье, включая колечки, цепочки, 8 лет тюрьмы. Вот такая демократия, да. Это вот говоря, вот этой новодворской, вот этой брызгающей слюной там и так далее. То есть, ну, супер просто демократия. Ну, я про концлагерей для японцев не говорю, и там мелочи всякие. Так, не бойтесь есть мясо, птицу или рыбу за час-два до сна, потому что, в отличие от фруктов и овощей, мясо быстро переваривается. Ну, быстро, значит, до трое суток, я вам скажу. До трех суток быстро переваривается, да. Нейтрализуется желудочный сок. Нейтрализует желудочный сок. Слушайте, ну, он естественный, но это процесс. Вот даже академик углевый опыт, вспомните, когда с лягушкой. У хищника, не у человека, вот эта вареная лягушка, больше суток аморфное образование не могло перевариться. А у нас более трех суток. Вы о чем говорили? Горнион о чем говорит? Если вы все-таки не можете отказать себе во фруктах и ягодах, мол, это так вредно, ну, если уж вы не можете отказать себе, да, бедные люди, тогда зарезервируйте их на утро. Во-первых, они проскочат в кишечник без брожения, и соляной кислоты. А вот тут есть очень важная вещь. Да, не смешивайте ягоды и фрукты с орехами, однозначно, потому что там действительно окисляется, и больше закисляется, плюс брожение идет. Не надо смешивать, это отдельный продукт, особенно ягоды. И, кстати, уникальный продукт, может быть, я вам напомните мне кто-нибудь потом про ягоды, я вам расскажу. Ягоды, это вот вообще основной источник минералов, реальный для любого климата. Так, минералы более всего важны в нашем организме, потому что они абсолютно незаменимы. Или мы их получим с пищи, или нет. Белки синтезируются, если мы изменим микрофлору свою, перейдя на видовое питание, постепенно, разумно, конечно, смотря наше состояние физического здоровья. Так, значит, ага, помните, для полного переваривания усвоения белковой пищи необходимо 2-3 часа. Ну, он с днями только перепутал. А углеводы от 5 до 6. Прекрасно, но если мы не смешиваем, и у нас процесс аутолиза работает, самопереваривание, вот о чем мы сейчас, кстати, Сергеем я дал, сделал эту, как ее, репу, проще пареной репу показал, да, то есть, вот как, можно, ну, о чем изюм, в принципе, вот писал, и из этого делал колоссальный секрет, и, так сказать, вот, говорил, мол, так сказать, вот, разгадывайте мой репус, так сказать, ну, это интересный человек, ладно. Так, хорошо, это все я. Натуральные, без добавок, простокваша, кефир, йогурт, кумыс, и многие, вот, кстати, говоря о том, что спрашивали, да, люди не, ага, значит, так, ну, он тоже прям за это, то есть, другие продукты кисломолочные, особенно из органического цельного молока, лишены основных недостатков молока, молочный сахар, слушайте, а у него, крыша едет у человека реально, вот, кстати, кто фанатик, вот это он, фанатик натуральный, он все сводит на сахар, то есть, он, видите, он как, белки там, десятки компонентов, ладно, вот сахар, оказывается молочный, вот ведь проблема, поэтому молочный сахар, несмотря на то, что все это хорошо, ну, плохо молочный сахар, ну ладно, практически полностью ферментирован, минералы и донатурированные белки легко усваиваются, как это белки донатурированные могут легко усвоиться, если они мертвые, то есть, структура разрушена, ДНК сплавлено, очнитесь, такого не бывает, а с лактозой, я говорю, она, конечно, лактоза без проблем, кстати, переваривается, кстати, без проблем, на два сахара, моносахарида, на глюкозу, да, с которой проблем нет, и галактоза, а я про галактозу рассказывал, тут большая проблема. Так, ладно, полнота сахарный диабет, сопутствующие друг другу болезни, связанные с избытком углеводов, источник сахара в питании. Ну, правильно он говорит, правильно, только я еще раз вам говорю, если он 90% или 70%, в пищу употребляет тортики, типа, так сказать, вот эти все кремы, и прочие шедевры кулинарной деятельности поваров, то, разумеется, поскольку там, значит, при норме на самом деле 700-800 килокалорий, как Галина Сергеевна Шаталова уже давным-давно доказала, не с кем-нибудь, а с марафонцами даже, да, там, проведя количество гигантских экспериментов за 10 лет, то мы даже берем полторы, а вы знаете, сколько они потребляли? Ну, вот когда он говорит, я стал поправляться, расти как на дрожжах, у него, на 4 сантиметра шея в толщину увеличилась, это у этого монастырского, так извините меня, если он так попер, так сказать, в ширину, да, то, значит, что он ел? Ну, понятно, что, и чужин удивляется, что результатом было нарушение такой обменного процесса, как сахарный диабет 2 типа. Ну, я вам сразу просто вот этот очень важный момент, зачитаю, вот у меня есть книжечка такая, я как раз вспомнил, и хорошо, что я вам сейчас покажу, вот такая вот, сахарный диабет, я его купил, кстати, на вот этой вот, два месяца назад был, марафон этих врачей в Сыроянове, да? Форум, 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 да, так вот, автор очень интересный человек, кстати, честный человек достаточно, ну, я думаю, может быть, даже абсолютно, почему? Потому, мы беседуем с президентом Российской диабетической ассоциации, врач-эндокринолог и диабетолог, то есть, врач-диабетолог, так, и другие регалии, ну, то есть, специалист, да, такой некий Богомолов, и он описывает, когда его выспрашивают, а вот, доктор, мы все время говорили о диабете первого типа, ну, о чем я говорил, это автоиммунное, очень серьезное заболевание, которое только из молочных продуктов возникает, а как бы с людьми второго диабета, он пишет, говорит, отвечает, вы знаете, диабет второго типа, совершенно иное заболевание, связанное с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни, ну, в том смысле, что калорий больше идет, чем мы расходуем, поэтому малоподвижно тут, в первую очередь, из-за этого, хотя, конечно, циркуляция и микроциркуляция в клетках тоже нарушается, в результате этого человек набирает излишний вес, клетки его тканей, как бы, обрастают жиром, и инсулин с глюкозой, просто не могут туда попасть, стоит такому больному похудеть при помощи физических упражнений и перейти на малокалорийное питание, и он очень скоро выздоровляет, это вполне реально, то есть, то, что себе поет дифирамбо и ставит, так сказать, как создатель уникальной системы, товарищ Монастырский, решается очень просто, что жрать просто не надо, макароны, тортики, так сказать, там и прочее, и прочее, и проблемы-то уйдут, сами собой, не потому что он такой гений, открыл Америку, потому что это все на поверхности, это очень просто, но у него, правда, есть другой подвох, вот у меня есть тут такая штучка, где она там, сейчас скажу, ага, вот он, Монастырский, об авторе я тут все нашел, и вот он пишет и говорит людям такое вещь, пищевые добавки, в дозах, которые упоминаются в этой книге, считаются безопасными, они очень доступны, и он их очень рекламирует, он бизнес свой открыл по пищевым добавкам, интересно, и те люди, кто его слушается, они переходят на его систему питания, разумеется, она им помогает, в какой-то мере, конечно, не в такой, как если человек на сыроедение перешел, там за год 10 килограмм, ой, ура, 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 10 килограмм сбавили, ну, прекрасно, лучше себя чувствовать, конечно, лучше стали чувствовать, потому что брали из пищи сахара, естественно, с диабетом легче стало, ну, и вот он под это дело еще продает, так сказать, вот, ну, ладно, так сказать, это я не против, если бы человек на добрых делах зарабатывает, ну, пусть зарабатывает, это его дело, только зачем же такое писать, просто все очень просто, просто индустрия, это невыгодно, он пишет, что это же тогда надо, вот он прям пишет, знаете, какие вещи, что вы смотрите, другое дело, что во многих случаях эффективность такого подхода в лечении умалчивается, то есть перестать жрать вот эту пищу всю, ведь назначить сахара снижающей таблетки, и даже переводить человека с диабетом 2 типа на инсулин, выгодно всем звеньям цепи, от производителя инсулина до районных врачей, сейчас эта тенденция с каждым годом, все более и более укрепляется, кроме того, человек ленив по природе и инертен, и ему бы таблеточку да укольчик, вместо диеты разумной и тренировок, умница, правильно все написал, что говорит нам этот монастырский, дальше, миф о необходимости много пить, вчера вот умница, вот это вот биохимик, доктор, она что говорила, о том, что пить нужно, но мы коснемся воды позже, я сейчас не буду, просто скажу, что необходимо, что же происходит с организмом, когда через него протекают, целые рейки, вместе с мочой и потом из организма, вымываются бесценные минералы, изнашиваются внутренние органы, в первую очередь стареют кости, хранилища минералов и микроэлементов, ну не мудрено, что если кто будет, собственно говоря, организм мудрее, он ничего не вымоет, если в организм не попадут такие вещества, которые заставят что-то из организма вымыться, вот если они не попадут, например, вот попадает в организм чистый химический сахар, да, будет вымываться кальций, попадает в соляный кислот, ну в желудок попадает животный белок, разумеется, кислотность повышается, чтобы нейтрализовать, вернуть в гомеостаз, то есть постоянство внутренней среды, в определенную слабо щелочную среду, организм тратит щелочь, то есть кальций из данного продукта, поэтому его не хватает, и он дальше расходуется, уже берется из костей, и так далее, и так далее, все логично. Так, теперь о качестве ватт, ладно, не буду проводить, гречневая каша, так называемый диабетический продукт, содержит 66% углеводов, и так, слушайте, когда углеводы варятся, они приобретают другую структуру, другую форму пространственную, они уже, они не полноценны, разумеется, и как можно сразу, ну пусть он взял бы, прорастил бы гречку, живую бы сделал, и что, совершенно было бы другое. Так, ладно, пишет, не ешьте продукты, лежащие сахара, не будет диабета. Не употребляйте овощные, фруктовые соки, особенно томатный, с настолько высоко концентрированной клетчаткой, что у взрослых он может вызывать боли поджелудочной железы, так как много, так, надо много произвести ферментов, чтобы его переварить, особенно внимание заслужит морковный сок, из-за отравления, правильно, Николаев говорил, что даже детям грудным потом надо вводить натуральный сок, морковный, это уникальный продукт, а норма Нокер просто описывает и чётко, биологически, биохимически, как же происходят уникальные процессы очистки от морковного сока, от сока редичного, свекольного. Он пишет, это пить не надо, на каком основании он делает, он делает какие-то выводы и заключения, он обосновывает, почему, он так говорит, нет, не обосновывает, он пишет, что просто особого внимания заслуживает сок, потому что, и пишет дальше, из-за отравления морковным соком, каждый год умирает несколько фанатов, не говоря уже о том, что морковь – это корень, который свою короткую жизнь прокачивает через сотни литров, загрязнённый удобрением, пестицидами и гербицидами почвы. Ну, конечно, если это где-то выращивается у дороги, либо люди это сыпят гербициды, разумеется, это вредно, но это ни в коей мере не говорит о том, что по этой причине морковь есть нельзя, если она чистая, выращенная, она прокачивает, это прекрасно, поэтому если она прокачивает через себя много воды, то она в себе накапливает огромное количество, во-первых, микроэлементов в органической, доступной для организма человека форме, и она прекрасное желчегонное средство, поэтому люди-то, кстати, желтеют вначале, не потому, что так много и бета-каротина, или там не усваивается, а потому, что просто начинают выходить, и желчные протоки освобождаются, желч, она как бы, ну, не такой вязкой становится, быстрее идет очистка, и не успевает выделительная система с этим справляться, и поэтому он берет на себя функцию, да, перегруженные печени почки, и кожные покровы являются вторыми почками, и оттуда выходит огромное количество вот этой в том числе желчи и шлаков, разумеется, в этом причине, то есть, а он называет всех фанатами, кто свежевышествует, Поль Брэк идиот, Норма Нокера идиот, а один он, в общем-то, умный, причем, ладно бы это он аргументировал научно, популярно, чтобы возражений быть просто не могло, но тогда понятно, если вы никак не можете себя, да, причем, опять-таки, он про какие соки-то говорил, вы ролики-то его посмотрите, у него там свежих соков не было, у него там в пакетах соки стояли, если вы никак не можете обойтись без там, то покупать, так, поступайте, как настоящие японцы, а как они? А, ломтики сырой рыбы, да, ну, это, конечно, меньше вреда, разумеется, так, и запивайте, не читал это, поэтому я сейчас в шоке, и запивайте пивом, либо соке, чтобы стерилизовать алкоголи, бактерии, токсины сырой рыбой. Ну, это сколько надо выпить, только не пиво, а чистого спирта, чтобы заспиртовать, как я в свое время, когда формалина не было, ну, и вообще, в советские времена, многие же были раньше, особенно до революции, у нас было много препаратов в институте, когда спиртовали, да, должен быть чистый спирт, если он заспиртует так, что умрют паразиты, про что он говорит, чтобы умерли паразиты, он сначала заспиртует себя так, что он умрет раньше, ну, раз в 10 быстрее, чем паразитов он там, законсервирует таким образом, но это, ну, какой же идиотизм, кстати, он приверженец, он пропагандист алкоголя, он через каждое слово про алкоголь, вот в видеороликах, вы посмотрите и так далее, что я, говорит, себя так плохо стал чувствовать на вегетарианстве, стал толстым, неуклюжим, у меня стало то болеть, сахарный диабет появился, что я просто не мог обойтись без коньяка, просто вот шел и коньяк, и с фляжки пил, ну, что тут можно сказать, так, процесс осталось мало, жевание натурального мяса, а теперь слушайте, как он советует разрабатывать зубы, да, то есть, чтобы у нас нормально мышцы не атрофировались, ну, вегетарианцы атрофируются мышцы, они же не жуют, как он посчитает, процесс жевания натурального мяса эффективен для гигиены зубов и десен, ну, это вообще просто я в шоке, так же, как зубная щетка и флосс. Методичное жевание, жевательные движения стимулируют слюноотделение и деликатно поднимают вверх-вниз смычку десен, зубы, что прям поэма, что приводит к натур... даже так, ну, в общем, очищение кананов десневых. Вот следующий пункт интересный, 23-й. Сейчас, 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 да, собственно, поэтому наши предки мясоеды, то есть, он уверен в этом, что предки были мясоеды, хотя даже, кстати, слушайте, я вам покажу маленький ролик, там, начало его, две минуты, невзорова, насколько у меня огромные вопросы, я с некоторыми вещами согласен, что человек умный, физиологию прекрасно знает, и очень хорошо он двум таким умникам, в суде, насчет мяса сказал, вот я вас заинтриговал, наверное, а он очень умница большая, сказал по мясу, прям, ну, умыл, ну, по полной программе, а он хорошо, подчеркиваю, физиологию знает. Так, собственно, и он говорит, наши предки, какие мясоеды, вы что, с ума сошли, так, обходились беззывательные щетки, предки, ну, карманьонцы обходились, да, так, ладно, зубных врачей и прочее, и прочее, и прочее, пишет вот эту чуку, вегетарианцев видно за версту, по изменениям в анатомии лица, мягкая вегетарианская пища, мягкая, да, вот видите, что он говорит, мягкая, то есть, он что под вегетарианской пищей имеет, вареную вегетарианскую пищу, извините меня, эта поправка кардинально существенная, это так же, как говорят, знаете, когда кто хочет нам ложь внедрить, опираясь на какие-то якобы видимые факты, нам говорят так, что вот, сухой закон, хотя его не было в 86 году, это были антиалкогольные полумеры, хитрые, лукавые, чтобы опорочить систему трезвости, но показывать очереди километровые, вот как унижают человеческое достоинство, когда алкаши там толпятся, это же методы, и вот то же самое и здесь, говорит, мягкая вегетарианская пища, и варить не надо, живую потребляйте, другие процессы будут, по сравнению с натуральным мясом, практически не требует жевания, и так, дифферамбы мясу дальше идут до того, что мышцы лица вегетарианцев дряхлеют, впадают в щеки, на лице появляются висящие, как у бульдога, брылы там и так далее, ну, прекрасно, вот сейчас вы увидите потом, когда я такой сюрприз устрою, и мы скажем, куда зайти, и посмотреть маленькие сюжеты, вы увидите, как эти брылы, висят-то как раз не у вегетарианцев, тем более сыроедов, а висят у любителей мясоедов, в том числе одного академика, врача, и у одного, ну, в общем, не буду говорить, это будет интересная такая вот замануха, что называется, грубым словом, да, скажем, теперь вот то, что ты сказал, сейчас, одну секундочку, жевание мяса, да, а еще, насчет жевания мяса, вообще-то, честно говоря, наши предки, если бы они были не просто мясоеды, нет, ну, можно, конечно, от безысходности есть мясо, но и как вид, как вид человеческий, было бы для нас, естественно, у нас бы челюсти, вот, обратите внимание, как у нас челюсти с вами открываются, вверх, вниз, а влево, вправо, нижний может ходить? Может, а вы знаете, что у всех хищников только вверх-вниз, знаете почему? Потому что есть такой биологический механизм, когда, простой физиологический факт, хищник набрасывается на жертву, раздирает ее, он же должен вырвать, это же не вареное мясо, которое сваливается с косточки, нет, мясо живое, ткани, сухожилия вырвать, должны такие нагрузки на челюсти, если бы у него вот так вот вращались, как у всех жвачных и плодоядных, и травоядных, да, то у них бы они бы сорвали, вот здесь бы себе, суставные сумки вышли бы, и все, и просто хищник бы умер, поэтому хищники все в природе могут есть, челюстями только так вращать, поэтому мы даже анатомически, физиологически, не говоря уж про биохимически, к хищникам или всеядным никакого отношения не имеем, ну, съесть-то можно все, я говорю, олень на севере, чисто травоядное животное, когда от безысходности, от голода, лемминга может съесть, но там будут проблемы с пищеварением, и с другими процессами, кстати, мутации тоже происходят, но это долгие и сложные вопросы, это надо доказывать, не буду про это говорить, итак, 23-й, белковая жировая пища оптимальна перед сном, Тарсунов говорил, что молоко надо пить перед сном, правда, говорил, да, это вообще-то, многие врачи считают правильно, это вредная пища, она долго не разлагается, но это, правда, от нашей с вами, ну, как бы это сказать, деградации, но, тем не менее, луна так влияет, что лучше на ночь это будет благость, пусть не физическую, благость будет приносить, вот этот примерно из тех же области, медик, так сказать, да, говорит, в 1976 году окончил там во Львове какой-то медицинский институт, ну, собственно, говорит, биохимии тоже отношение к ним, так, значит, он там сказал, что перед сном, потому что она нейтрализует желудочный сок, слушайте, что значит нейтрализует желудочный сок, наоборот, он попутал причину и следствие, он вырабатывается, желудочный сок в тех дозах, зависит от того, что туда вкинуть, вот ты вкинул туда кусок мяса, у тебя выработается желудочный сок, в таком количестве, чтобы как бы постараться это нейтрализовать, почему путает причины и следствия, нарочно или по глупости, ну, еще, так, что он там дальше пишет, так, что она нейтрализует желудочный сок, быстро переваривается в желудке, и, так, не нагружает кишечник, нейтрализует желчь, понижает давление, да тут наоборот, все это происходит, да, понижает, он пишет в скобках, так как кровяное русло не попадает сахар и инсулин, а из кровяного русла уходит много жидкости для образования пищеварительных соков, как хорошо, да, но правда, вот интересно, что такое почки, и вообще, почки это тот же фильтр, там микропор, большое количество, и как надпочечники страдают, когда забиваются неорганическими солями, а в частности, азотистыми остатками, которые не могут переработать, не может переработать печень, вот об этом он не говорит, и вот от этого повышается давление, так, ну ладно, дальше, если в желудке... Вот последняя фраза тоже из этого пункта, сонливость после хорошего мясного победа, это норма, а не отклонение. Понимаете, да, то есть, слушайте, вот, видели ли вы вообще в природе, ну, я про свое личное самочувствие не говорю, доказательства, так сказать, критерии истины личного, да, состояния, это знаете, как мой друг, который вот я описывал, к сожалению, очень близкий друг, который умер в 36 лет от инсульта, от геморрагического инсульта, со смещением мозга, он не употреблял растительную пищу, он пил вот эти все газированные, так сказать, химические напитки, и он всегда говорил, после сытного обеда надо поспать, надо отдохнуть, то есть, возникает вопрос, от чего отдохнуть, что ты ешь, значит, в тебя должна сила приходить, ты же ешь для чего? Не чтобы получить моральное удовлетворение, ну, как бы это тоже, все это гармонично должно быть, я понимаю, но для того, чтобы жить, чтобы тело твое, энергии напиталось, строительным материалом, а если от этого надо отдыхать, то есть, энергия будет откуда-то извне приходить, а во сне тоже, кстати, но это другой вид энергии, бедный организм просто не справляется, и как путают, перекладывают с больной головы на здоровье, это что такое после, это норма, это что, норма, когда тебе плохо, и ты поел, и ты чувствуешь тяжесть, и тебе надо от этого спать после еды, да наоборот, ты фруктов поел, поел овощей, у тебя полная сила, энергия, тебе хочется работать, ты можешь сразу идти, это разве не норма? Разве не это характеристика, доказательства, что в природе все целесообразно, ты поел, ты зарядился, ты продолжаешь трудиться работать, и вот это люди слушают, и вот эта девушка, которая написала, что она написала? Она написала, что вот ее друзья склоняют, что у друзей было улучшение, слушайте, ну я вот к этим друзьям тоже хочу обратиться, вы понимаете, что у вас было потому только улучшение, только потому, что да, вы вот стали есть, скажем, перестали вернее есть все углеводы, то есть все крупы вареные, вот тортики, и не только фрукты, все. Картофель, хлеб. Картофель, хлеб, которые как раз, кстати, являются причином гигантского количества в организме образования именно неорганического плохого кальция, который атеросклероз приводит, в том числе с маленьким количеством жира, уже будут такие бляшки, что они плохо растворят, и так далее, все, что я говорил. Так вот, они все убрали из питания, естественно, им стало лучше, слушайте, но не потому, что правильно жрать мясо, а потому, что они убрали те продукты, которые абсолютно неестественны, и которые привели их к тому, что они потребляли такое количество энергии и калорий, что это было для организма чрезмерно, больше, чем они потребляют, и это откладывалось у них, в том числе на сосудах, в том числе сосуды сужались, кровоток уменьшался, клетки наши в организме, особенно периферийных отделов, получали мало кислорода, мало питательных веществ, о чем и говорит вот этот вот врач-профессор про то, что жир забивает, так сказать, вот клеточные мембраны нарастают слоем жира, хуже диффузия происходит, все правильно, вот почему этим друзьям я к вам обращаюсь, девушка обязательно им покажет, она обещала, то есть, вы не пытаетесь в желании оправдать своего пищевого пристрастия, вы, конечно, обрадовались этой лекции, вот этого, как его, монастырского, обрадовались, потому что вы хотите потреблять мясо, вы вроде бы поняли, что вредно, перешли, а тут вот у вас проблема, потому что вы вообще не разобрались глубоко, а дальше уже, соответственно, обратный эффект, вы рады потреблять, потому что вам это нравится, привычно, и, собственно говоря, вот и лучше стало, ну, еще раз, почему лучше стало, но вы другие проблемы не убрали, долгосрочные проблемы тоже не убрали, организм постепенно ведь будет накапливать вот эти гнойные токсины, которые образуются вследствие употребления и гниения животных и утилизации переработкой патогены микрофлоры вот этих вот конечного продукта распада азота животных белков это гнойные токсины, а это гораздо почище проблемы, вспомните сразу с Федором Григорьевичем даже, то есть, это рак гарантированный, и Невзоров об этом очень хорошо сказал, а вы посмотрите этот ролик, вам будет приятно, как он умыл двух умников, которые так же, как вот все эти люди повторяют за некоторыми умниками с телевидения вот эту ахинею, в которой абсолютно не разбираются, но в которой абсолютно уверены, что они правы, но ведь им так хочется, и как же хорошо себя обмануть и сладостно, главное, самообманывать сладок, так, осталось чуть-чуть, однодневные голодания и короткий пост могут способствовать возникновению гастрита и прочих заболеваний, язвы, представляете, что говорит, а? Ну это, если у него организм закислен, если он жрет только мясо, как он ест, то естественно, голодание вызовут, ведь у него желудочный сок и кислоты столько выработалось, что, так сказать, когда он что-то в себя не вкидывает, что хоть в какой-то мере содержит там щелочи, да, в самом продукте, разумеется, у него будут разъедаться стенки и желудка, и двенадцатиперстной кишки, и поэтому он, кстати, дальше пишет, что даже язвы двенадцатиперстной кишки чаще возникают, вот именно поэтому мясоедов-то они возникают. Ох, люди, люди, а? Существует много заблуждений по поводу запоров. Одно из них заключается в том, что стул должен быть каждый день, то есть, вот всё, что должно быть, он пишет, что это как раз заблуждение и глупость, но констатирует эти факты просто так, безапелляционно, потому что он так считает. Второе, он не доказывает, он просто так считает, второе общее заблуждение, накопившееся в организме отхода, абсорбируется и опасно для здоровья и могут сокращать продолжительность жизни. То есть, шлаки, токсины, гнойные токсины, то, что они накапливаются, это всё ерунда, ну, это нормально, пусть мы будем инкубаторами ну, как прекрасно, да, просто прелесть, что можно сказать? Да, а стул должен быть каждый день, это глупость. Ну, если, значит, он жрёт то, что гниёт сутками, не может переработаться и выйти из организма, то, конечно, эта норма чисто для него, потому что по-другому просто быть не может. Но поскольку это не является нормальным вовсе, то, разумеется, это бред, что он написал. Но для него это нормально, потому что у него так происходит. Потому что эти люди, кто едят мясо, прочее, у него будут запоры. А какая чистота стула должна быть? Она должна быть такая, в идее, я говорю, в идее, ну, вообще должна быть хотя бы переходный период, это один-два раза в день, но то, о чём Изюм писал, что по 15 раз в дети его в день, там другое, там другое, это тоже ненормально. Короче говоря, она должна быть до 3-4 раз в день, это абсолютно нормально. Не будет у людей, кто перешёл только на сроение, или у кого кишечная микрофлора не сработала, или у таких людей, как Советов, которые один раз в день едят, разумеется, у них не будет 5-6 раз в день или там 15. Так что от одного-двух, в зависимости от того, как человек питается, с каким промежутком, до 3-4 раз, это абсолютно нормально. А он пишет, нет, не нормально, и сразу себя оправдывая, говорит, что поэтому залежи токсинов, это нормально, это организм справится, ну, то есть, продолжительность жизни тут никакого отношения не имеет. Ну, разумеется, как же там. Потребление воды, так, про воду пишут, что много воды, это всё из прямой кишки, всё вымывается, мочеиспускание, деминерализация организма, то есть, какая глупость, организм никогда не выпустит минералы, если они ему нужны. Я просто, вот я не могу понять, с чего он это взял. Ну, ладно, последние два пункта. Совет регулярно пить 8-10 стаканов в день, да ещё дистиллированной воды, катастрофически ускоряет деминерализацию, значит, ну, ладно. Вода абсорбируется в кровяное русло, через листу рта, желудку, кишечную, то есть, по всей пищеварительной системе, это верно. Как уже писалось выше, кроветворные органы не терпят даже минутного нарушения кислотно-щелочного баланса. Правильно, он пишет, только он должен быть щелочной у нас, слабо щелочной, а не кислотной. Не терпят, поэтому организм сопротивляется и сразу выделяет, если он закисляется, организм, огромное количество кальция, которое щелачивает, и поэтому кальция не хватает. А он говорит, это из-за чего? Перепутал человек. Так, в регионах СМЯ, а, а вот это очень интересно. Так, значит, вода, где много солей, да, он тут пишет, что как уже поносует, так, значит, значит, чем вода более жесткая, чем больше там солей, тем лучше для здоровья и костей. В регионах с мягкой, обессоренной водой уровень сердечно-сосудистых заболеваний, парадонтозы и других проблем с костной тканью заметно выше, чем в регионах с жесткой водой. Теперь слушайте, что же он сказал и почему это полная чушь, абсолютно. Значит, жесткая вода, в которой растворены все вот эти вот карбонаты, солей, они находятся в ней в неорганической форме. Как известно из курсов химии, даже то, что преподают в институте, ну, он, видать, плохо учился и думал тогда о другом совсем. Значит, неорганические минералы просто попросту по своей природе и функциональным особенностям микробиологии, они просто не могут усвоиться в организме человека либо любого животного. неорганические минералы могут только усвоиться корневой системой растений и уже само растение в себе будет строить благодаря еще фотосинтезу и другим факторам неорганические минералы, которые мы или другие животные должны употреблять в пищу. И тогда к нам в организм попадут минералы, которые будут легко усваиваться и будут доступны абсолютно. поэтому тусоки очень как не прав норма нокер, ну как норма нокер не прав, разумеется, он прав. А вот, что же он пишет? Да, почему в регионах с жесткой водой меньше уровень, так сказать, и так далее? Да дело в том, что регионы с жесткой водой в основном, друзья, это юга, а на югах люди употребляют в основном, по большей степени, ну согласитесь со мной, что на севере, где он пишет, значит, там более, мягкая вода, на севере мягкая вода, понимаете, на севере, вот возьмите Карелию, более дальняя, там вода 0,2,3, Питер возьмите, все знают, там, значит, по шестерке жесткость там 2 единицы, да? Так вот, о чем это говорит? Но у них-то как раз проблемы у людей, потому, не потому, что они мягкую воду пьют, а потому, что они едят очень много мяса в северных регионах, они уже меньше фруктов, меньше овощей, и они вот за последние поколения, люди едят там больше и больше мяса, больше, чем люди на югах, и у них поэтому эти проблемы, нехватки кальция в костях, потому, что кальций вымывается, как вы уже поняли, да? Как раз из-за нарушения кислотно-щелочного баланса. Вот ведь, что называется, можно сказать или не досказать, или полумеру какую-то применить, или извратить факт. Он же не открывает, почему это происходит, а я вам объясню, почему. Вот как можно играть в фар... И последний. Ну, это уже совсем. Регулярные сауны, баня, ну, русский мужик-дурак был всегда. Баня, парная, горячая, ванна, также вредны для организма, как и чрезмерные физические нагрузки. В общем, так, русские люди, пейте водку, курите, жрите мясо, по ночам особенно, значит, не парьтесь, не моетесь, значит, ну, соответственно, то есть, это программа чья? Ну, это, в принципе, гитлеровская программа, это программа, я бы сказал, ну, для славян я имею в виду, да, это программа Аллена Далеса в натуральном виде. Вот что товарищ говорит. И последнее, значит, так, ага, слушайте, ну, это вообще, обалдеть. И он, знаете, как это мотивирует, что баня плоха, как чрезмерный физический организм, поскольку организм реагирует на них перегревом и интенсивным потоотделением. Вот как хорошо. То есть, он предлагает еще закрыть уникальную систему выведения шлаков, токсинов из нашего организма. Он же пишет, что надо их накапливать себе, и это, мол, даже чуть ли не полезно. Ну, по крайней мере, вреда и продолжительность жизни влияет. То есть, мы потом облегчаем, снимаем нагрузку с почек. Мы выводим через пору кожи, через поры кожи, миллиарды пор, миллионы, мы выводим шлаки, токсины. И это настолько полезно, это уникальное изобретение русской бани. Почему, кстати, метод Будилова, вот этого, Алфеевича, он имеет большие эффекты, в принципе, потому что он, хоть у него с рыбой там не все так, ну, ладно, это я буду интересен. Слушайте, вы мне напомните, если кому будет интересно, он мне звонил вчера, Будилов звонил, приглашал в Анапу, будет проходить там у него там месяц, ну, почти месяц, вот эти вот очистительные, дней 20 мероприятий, приглашал туда тоже вести все это дело и так далее, предлагал. Я не смог, к сожалению, у меня времени на это нету, но я вам расскажу, вот система работает у него и, кстати, потому что одна из уникальных методик медовый массаж, когда прямо через кожу, это тоже явление обратного осмоса, вытягиваются, обязательно должен сказать об одной вещи, слушайте, вот вчера выступала вот эта умничка Наталья Климпенштейн, да, я себе пометил точечкой, всегда помечаю, почему она, говорит, полезна, ну, она все правильно говорила, просто вот я на один момент не пояснила, я вам скажу, почему полезно на море отдыхать, на море, она говорит, ионы, которые проникают, как раз она про пропускательные способности пор кожи говорила, да, но вот тут она ошиблась, ионы, конечно, свободные ионы, очень полезны, но мы их как раз получаем через дыхание, а через кожу наоборот, извините меня, вода-то какая, соленая? соленая, а внутри нас какая среда пресная? Пресная. Что происходит? Куда вода стремится? Кто биохимию знает? Она стремится, пресная вода вытягивается, соль берет на себя воду, ну, все это знают, соль берет на себя воду, поэтому у нас как раз, поэтому людей, прыщей там нет, поэтому избавляются они, почему? А потому что у них шлаки и токсины в огромном количестве выходят из кожи, соль вытягивает, и надо, человек пить хочет при этом, разумеется, он теряет воду, вот почему это происходит, просто вот... То есть это не потому, что соль попадает к нам, она не попадает, она не попадает, она наоборот вытягивает, она не может попасть. Есть понятие осмос, это полуявление, проникновение растворителя через полупроницаемую мембрану, когда осматическое давление с одной стороны, ну, это может быть из-за избыточного давления, либо концентрация электролитов, то есть соль в данном случае, она стремится, опреснится, растворится, стремится, Так же, как сладость, значит, прилипшая к зубам, стремится раствориться и притягивает в том числе воду. Так вот, соль она притягивает. И, соответственно, из организма выходит вода вместе с потом, шлаками, токсинами. Вот почему так полезно, правда, быть в солёной воде, собственно говоря. Это тогда сейчас маленькое сделаю уточнение. Уж бог с ним, что мы задерживаемся. Ну, буквально осталась тут фраза последняя. Да, то есть, просто много вопросов получаю, особенно от начинающих сыроедов, у которых были проблемы с кожей, что проблемы усилились. В первое время, естественно, и задают вопрос, а что же можно сделать. У нас вообще будет выступать, но это будет уже у нас на неделе, на четвёртой неделе, посткриптум, будет выступать Лада Муравьёва. Она сама врач-дерматолог. Она у нас была тоже на форуме. Более подробно мы с ней будем это ещё обсуждать. Но вот сейчас, раз уж мы эту тему затронули, то есть, для того, чтобы побыстрее избавиться от прыщей, нужно использовать солёную воду? Не только. Не только. Ну что ж, сейчас об этом рассказать или после перерыва? Ну, напишите, сейчас рассказать или нет? Несколько там поставьте. Плюсик сейчас, минус после перерыва. Или после, да. Ну, чуть народ не отвечает или отвечает, нет? Ага, ага, что там такое? Сейчас, сейчас. Ну, давайте, всё. Значит, смотрите. Чтобы побыстрее... Значит, когда на коже лица прыщи, это значит, что пошли из организма... Значит, с очисткой не справа... Вот, допустим, мы стали, перешли на сыроедение, либо голодаем, либо переходим, но не используем клизмы. Ай, это целая тема на теме. Понимаете? Можно не использовать клизмы, можно не очищать дополнительно, принудительно. Но то в каком случае? Если мы не очень уж сильно больны. Потому что если человек там за 100 килограмм веса, если у него накапливается огромное количество каловых камней, у него проросли толстые кишки, там все в жиру заплыли. Ну, разумеется, у него будут такие выходить токсины, что можно посадить просто и печень, и почки. И поэтому, разумеется, сначала бы голодать и очищаться, и в том числе клизмы. Ну, допустим, мы практически здоровы или условно здоровы, и мы тогда что нужно делать? Пить большое количество воды. Какой? Живой, насыщенной минералами. По воде мы после перерыва поговорим. Структурированной, живой, активной воды, которая проникает активно в оси тканей и быстрее, активнее участвует в выносе этих шлаков, токсинов, о чем вчера говорила Наталья абсолютно правильно. Это первое. Что я советую? Я просто сразу дам советую. Вечером ничего не есть после 7, утром встали, час не поели, лучше всего 2, там, ну, можно и сразу, ладно, кому время не позволяет. Взяли ложку меда, полторы-две, чайных, не больше, но хороший мед, конечно, должен быть, естественно, не какой-нибудь неизвестный, где купленный, без химикатов, без обработки вощины, вот этими химикатами от паутинных клещей, которые паразитируют на пчелах, ну, я понимаю, у знакомых, или там в эко-магазинах, ну, можно достать, кто хочет, найдет. И 3 стакана воды выпиваете хорошие, лучше 4. Вот начните, это будет ваш завтрак. Моментально, от месяца до полугода в сильно запущенных случаях растворяются камни в желчном пузыре, там много чего происходит, в том числе выводятся шлаки токсины, активно с водой с этой, бани обязательно используйте, соленую воду, если вы, или бассейн соленый, правда, беда в хлоре, да, хлорию, даже там, где озонаторы стоят, все равно чуть-чуть хлора добавляют, это я точно знаю, вот, к сожалению. Море прекрасно, да, прекрасно, в том числе. Так что пейте, ешьте тогда, пейте соки, особенно овощные, особенно морковные соки, которые активизируют, морковные пополам со свекольным. Вот, кстати, он там писал, я не нашел сейчас это, а говорит, а как хлор получить в организм, типа, так нужный, я не помню, к чему он это писал, а свекла, разве там нет хлора, да какой он там активный. Конечно, у кого язвы нельзя, чистый свекольный сок или там слабый, так сказать, желудок, повышенная кислотность, ну, конечно, не надо. Надо его пополам с морковным, это очень хорошие очистительные методы. Плюс к тому бани, и вот что мы говорили, это соленая вода, то есть комплекс мер. Я, конечно, что-то и забыл, есть дополнительные методы, ну, вспомню потом, скажу, которые можно комплексно использовать. Очистка быстрее идет, и быстрее пройдут прыщи, когда очистка, потому что надо снять нагрузку с печени. Первое страдает, то есть все выбрасывается в кровь. Когда отмирают клетки, когда выходят из глубин ткани токсины, в кровь попадают, они же первым делом попадают в печень. Бедная печень испытывает самые большие нагрузки. Потом она разбирает азот, самый сильный продукт распада, вот этот самый ацетон, про который говорили, это как раз продукты. Если ацетон в моче, большое количество, это говорит о том, что избыточное количество белков, либо продуктов распада клеток, тоже белков и белковых структур, и печень не справляется, передает это в почки, огромное количество азота выходит, ну, с мочой, но что-то не может выйти. И поэтому должно выйти, это же вторая кожа наша, вторые почки, это такая помощь. А он говорит, не надо использовать кожу, закупаривайте ее. Ну, не будет прыщей, конечно, потому что выводятся шлаки, не будут, не будут прыщей, вроде бы все хорошо. О, у человека кожа какая хорошая. Правильно, а потом человек умирает просто от рака, потому что не могут вывести эти шлаки токсины. Ну, извините меня, ну, что это за бред? Ну, что за полное дилетантство, незнание вообще основ основ? Так, и последняя фраза, и уйдем на перерыв. Легкая эйфория после парной – это следствие сужения сосудов, компенсирующих кровяное давление в результате сильного обезвоживания. И какой вывод? Вот почему без пива, кваса и соленого огурца, баня не баня, сосуды сужаются, верно, а мы туда пивко, а эритроциты склеиваются, закупоривают микрососуды, в том числе мозга, и вот инфаркты, инсульты после банек в 50-100 раз быстрее происходят, и в случае, так сказать, приступов чем, если бы этот человек даже то же пиво, это поганое, выпил бы там через, я не знаю, день, к вечеру и так далее. То есть, это прямое просто, ну, это просто вражеская пропаганда. Что тут можно сказать? Не только нездравого смысла нет, но явная вещь, которую любой здравомысший человек должен понимать. Ну, ладно, человек алкоголик, он оправдывает алкоголь свой, там, пристрастия колоссальные. Он был вегетарианец и лил в себя этот алкоголь, там, реками, как он пишет. Кто-то воду в себя лил, а он алкогольный. Ну, наверное, это пищевой продукт, такой очень высокий, такой, может быть, наоборот, низкокалорийный, или я уж не знаю почему, как он, а зачем оправдывать то, что хочешь? И это он между строк оставляет. Вот и всё. Ну, вот, дорогие друзья, вот, собственно говоря, прошлись мы по этим группам вопросов, вы, наверное, поняли, что товарищ Монастырский, какое его мнение. Ну, посмотрите, заодно ролики, кому не лень будет. Ну, вам вообще понятно, что это за человек или нет? Ну, Монастырский сам, в принципе, это бог с ним. Нет, ну, бог с ним, только зачем он тогда, так сказать, в такой форме? Ну, суть в том, что я действительно в последнее время часто, если вот я где-то вижу в газетах, в СМИ, я вижу обсуждение вопросов вегетарианства, то я очень часто вижу иногда, ну, такие откровенные глупости, причём от серьёзных людей, от диетологов, когда люди говорят, что, но, только единственное, что с вегетарианством надо быть поаккуратнее, потому что там в результате чего-то там вегетарианцы, они подвержены инфарктам, инсультам, болезням сердца, то есть, вот всё то, от чего реально вегетарианство лечит, по факту, но в теории, там можно, да, это всё притянуть, не хватает того-то, а вот переизбыток того-то, значит, по идее, так же, да, как вот здесь вот углеводы, а всё в одну кучу, и обычный сахар, и хлеб, и в итоге диабет. Он ничего не поймёт, и, конечно, друзья вот этой вот там девушки, они, разумеется, они вроде почувствовали лучше, они говорят, прекрасно, вот оно поехало, значит, он прав, он прав насчёт синтетических углеводов, правда, у него дошло до того, что он вообще всё, что только может превратиться в углеводы или являются углеводами, всё под одну гребёнку, живые и неживые, денатурированные, вот тут вопрос человек задал насчёт, как же он книги умудрился, слушайте, он сдал их, во-первых, сначала в США, во-вторых, одну книгу из его книг перевели действительно на русский язык, причём он сразу пишет на одном из сайтов, что, вы знаете, моя книга, а, он говорит это, что она очень дорогая, я специально не стремлюсь в больших количествах, вот у меня бесплатно в интернете есть, а так дорого, на какие деньги, ну, есть, у него деньги, у него и бизнес есть, который он создал, собственно говоря, на вот этих биодобавках, которые он свою систему теорию питания якобы придумал, хотя его там вообще ничего нет, ну, перестал человек употреблять сахара, вот как пишет этот профессор в книге по диабету, и, само собой, у человека диабет второго типа, а у него был второго типа, проходит, первого типа, а он там касается и приводит в пример одного, так сказать, там тоже такого товарища по фамилии Рапопорт, вот, ну, рука руку греет, ну, понятно, вот, и, так сказать, еще одного интересного друга тоже из своих, которые также с упоением говорят, как эта уникальная система им помогла, а все остальные идиоты, ну, прекрасно, что тут можно сказать, все очень очевидно, это хорошо, что он так все пишет, и для разумных людей такие очевидные вещи будут явным доказательством, что хочет этот человек, а книги издать проблемы нет, когда такие книги появляются, деньги найдутся издать, это проблем нет. Ну, в общем, на примере такой вот книги, да. И что мы сейчас сделаем-то? Вы не отходите пока, значит, давайте сделаем так, перерыв предлагаем сделать чуть побольше, а именно, ну, минуток 10-12, почему? Сначала вы там сок, водичку попьете, кто там что захочет поесть, время найдется, а мы вам сейчас дадим ссылку, да, на, в моем блоге специально мой программист сегодня подготовил, я ему сказал, с какой секунды по какой вырезать, очень интересный подбор роликов, есть такой Александр Люблин, такой, ну, мой знакомый, он молодой человек, сыроедом стал, как он изменил себя, и в одной передаче канал Мир показал его выступление, а в студии были такие интересные оппоненты, два, это один такой врач-профессор, и еще один интересный теле такой, ну, как бы не ведущий, а, значит, он зоолог Тимофей Баженов, который диалоги, вернее, нет, как он там, рейтинг Баженов, он бегает, там, знаете, такой интересный человек, бегает за зверушками, прыгает, куница, лис ловит, там, в руках теребит и так далее, там, пробит, где раки зимуют, определяет и так далее, интересный такой человек. Вот они, прям, вы получите колоссальное наслаждение, вы прям даже можете, знаете, как вот перед вами пройдет вся вот эта жизнь, вся эта система в миниатюре, и за пять минут, а там ролики нарезаны по минуте две, ну, шесть минут, семь, и вы прям даже себе записываете, может, после этого родятся еще вопросы, или вы скажете, напишите, ну, теперь абсолютно понятно, как, в общем-то, что, и какой пример эти люди сами подают, говорят, вот сейчас скинем вам, секундочку, а вы, пожалуйста, сейчас попередохните и посмотрите эти ролики, обязательно посмотрите, и мы о них поговорим, да, может быть, тоже, потому что в ходе этого возникнут сразу целый ряд вопросов. Во-первых, вы увидите, что за люди, какие они здоровые, какой это пример, какие фразы они употребляют, слова, как они почему-то взбесились, как их, знаете, на самом деле, не только их бесят, пример того, что человек сильнее их по духу, по пониманию, соображению, что они, так сказать, хотят влачить дальше существовать, пытаются каким-то образом показать это, что якобы они правы. Ну, вы обратите внимание, в каком они состоянии, что они говорят, что они несут до нас. Друзья, вы ссылку увидели? Да, посмотрите, увидели? Не, успеете за перерыв, успеете. Ну, давайте 12-15 минут, так, ну, мы подойдём, скажем, успею или нет. Посмотрите, там маленькие ролики, они прям по полторы минутки, по две, их несколько штук. Давайте 15 минут, и мы, так сказать, пусть задержимся, но зато это очень интересно будет. Тут поступило предложение открыть канал Фровов ТВ. Ну, может быть, я не знаю. Я, видите, раньше-то я занимался только исключительно там наукой, своими видами бизнесов, а у меня их там около 20. Но время мало, я готов. Я готов, я раньше никуда не лез, не, так сказать, не афишировался, и дальше бы не стал афишироваться, если бы не вопиющая. Знаете, я вот смотрю иногда редко, но вот этот телевизор, и смотрю, что же люди говорят, господи, я говорю, был бы я там, да я бы там за 5 минут бы их вам по полочкам всё. Кстати, вчера ко мне телевизионщики приезжали, тоже снимали у меня канал, почему я и не успел на вот эту вот Наталью посмотреть. Были, приехали на полчаса, задержались на 4. Начали мы с того, что они снимали у меня вот по экопродуктам, направление по моим ягодам, там, живым продуктам. А закончили тему, они говорят, да, надо организовать действительно какое-то такое собрание по телевидению, вот провести конференцию, где пригласим, я говорю, приглашайте профессоров, академиков, вот этих вот таких академиков, которые, так сказать, дышат уже еле-еле, даже сидя в стуле. Приглашайте, которые будут говорить, мясо, это уникальный продукт, который, так сказать, чуть ли не богами человеку дан, или там ещё как-то, значит, крыша уже едет. Ну, я говорю, давайте с ними аргументированно поговорим. Если они не будут говорить сам дурак, а будут приводить какие-то, хоть какие-то аргументы, то в этом случае мы, конечно, с ними поговорим. Но знаете что? Что как вот к невзорову попы вот эти вот больше, у них есть строгий запрет не говорить с ними в кадре, я думаю, честно говоря, будет то же самое. Это я не выпендриваюсь, мне абсолютно на это наплевать, я человек вполне самодостаточный и давно уже и себе, и кому надо, и доказал всё в жизни. Ну, просто это факт. Ну, попробуйте, я говорю, попробуйте, приведите разумные аргументы, а я приведу контраргументы и посмотрим, есть ли, ну, это я не вам говорю, а этим товарищам как бы, да? Поэтому давайте, посмотрите вот эти интересные такие сюжеты, и потом мы пообщаемся. Да, а мы тоже сейчас на небольшой перерывчик отлучимся. Да, и мы хоть чуть-чуть гладём водички. Гладём водички, да. Вот, и перейдём вниз уже тогда, в другую комнату там. Так, сейчас я... А, получили ссылку?